Добрый вечер в эфире ток-шоу Добрый вечер Мария, здравствуйте уважаемые телезрители. Сегодня мы, как всегда, задаем вам вопрос по теме программы и звучит он следующим образом. Чего, по вашему мнению, не хватает крымским курортам, чтобы на равных конкурировать с зарубежными? У вас три варианта ответов. Если вы считаете, что в первую очередь не хватает сервиса, инфраструктуры и адекватных цен, то вы можете набрать мобильный номер 978-40-590 и проголосовать таким образом. Если полагаете, что в первую очередь не хватает грамотных чиновников в этой сфере, то звоните по телефону 978-40-591. Ну а если полагаете, что прежде всего не хватает любви самих крымчан к своим курортам, то набирайте 978-40-592. Варианты у вас на экранах. Также в аналогичном опросе с точно такими же вариантами ответов вы можете проголосовать в интернете, на наших ресурсах, в социальных сетях. У нас есть группа «Все как есть» ВКонтакте. Репост мы делаем в группу ВКонтакте, телеканал «Первый Крымский» и группу в Фейсбуке, которая тоже называется «Все как есть». На этих же ресурсах вы можете задавать вопросы гостям в студии по темам, которые будут обсуждаться в эфире. И для этого вы также можете использовать мобильный телефон наших редакторов. Напомню его, 978-740-1473. Звоните, пишите, задавайте вопросы. Спасибо большое. Альберт, я бы начала с вас, поскольку мы знаем, что россиян эвакуируют из Египта, и багаж отдельно, люди отдельно летят, и вы улетали из Египта сразу после трагедии. Какие были ощущения? Ну, я туда, во-первых, и прилетел сразу же, как бы, да, и был там два дня, и после этого улетал. Значит, если говорить, в принципе, о египтянах, да, то есть все очень озадачены, обеспокоены этой ситуацией. Реально все египтяне, с которыми мне пришлось общаться, они очень сочувствуют, соболезнуют, они очень переживают всю эту ситуацию. Значит, пригласили меня там на телевидение в Каире, для того, чтобы я рассказал, что думают россияне как раз об этой всей ситуации, как складываться будут в дальнейшем взаимоотношениях, как будет ситуация связана с туризмом и так далее. Мы очень много дискутировали на эту тему, обсуждали. В целом, конечно, это большая трагедия, и ее полноценно разделяют с нами и египтяне тоже. Насколько тщательно после трагедии вас досматривали на борту? Значит, действительно, это было принципиальное отличие от всех множества разов, которые я бывал до этого там. Значит, это был действительно тщательный досмотр, принципиальный, то есть, ну, элементарную вещь. То есть, в принципе, будучи в Египте, никто никогда на досмотре не снимал ремень, да, то есть, как бы в этот раз уже стало все как везде. То есть, тщательнейший досмотр багажа, тщательный досмотр пассажира и так далее. То есть, было все в соответствии. Вячеслав, ну, вот до трагедии это пишут и коллеги, и очевидцы говорят, рассказывают, что пассажиры на борт поднимались совершенно спокойно, и никто никого не досматривал. После трагедии стали по-другому относиться. Почему, как вы думаете, так происходит? Добрый вечер. Допустили такой халат? Добрый вечер, Мария. Добрый вечер, уважаемые кермчане. Дело в том, что действительно мы сталкиваемся с тем, что пока не ойкнет, мы никогда не принимаем никаких мер. Видимо, египтяне жили по этому же принципу, что пока у них все было тихо и спокойно, никто не предпринимал мер по безопасности своих пассажиров. Я хочу сказать, что вот я совершенно недавно был в Москве, и все меры безопасности, которые мы проходили там, были действительно действенными и эффективными. заставляют снимать ремни, заставляют проходить рамки, снимать обувь, и делают это абсолютно правильно и обоснованно. Раз уж мы живем в такое, ну, скажем так, неспокойное время, когда подобные вещи могут быть, действительно не стоит лишний раз пенять на наших правоохранителей, а стоит послушаться их и сделать так, как они просят. Египтяне жили довольно прекрасной жизнью, никогда об этом не задумываясь, и поэтому теперь вот такие последствия. Обратите внимание, что, допустим, в Израиль самолеты не отменили пока, во всяком случае, потому что, несмотря на то, что он находится тоже в этой довольно опасной зоне, там досмотр проходит по полной программе, потому что страна знает, что такое терроризм и что такое теракты. Всегда к этому относились взвешенно, всегда выверяли это, и поэтому до сих пор с Израилем, с авиасообщением все в порядке. Поэтому для египтян это должно стать уроком, и для всех остальных тоже. Самолеты — это дополнительный риск, который нужно избегать. Спасибо. Сергей, мы приглашали представителей Симферопольского аэропорта, чтобы они рассказали, как у нас проверяют пассажиров, да, но они не смогли прийти, наверное, сейчас более тщательно. Какие у вас данные? Ну, во всяком случае, я руководствуюсь теми данными, которые есть в министерстве. У нас за все время 2015 года никаких проблем, связанных с безопасностью пассажиров в Симферопольском аэропорте, не поступало. Более того, не поступало и жалоб со стороны туристов. Альберт, а у вас бизнес в Египте? Можно я как раз сейчас дополню про Симферопольский аэропорт? Значит, вы знаете, я очень много летаю, и все время, когда летал, удивлялся одной и той же индивидуальной особенности нашего аэропорта. Это наш самый строгий САП из всех существующих. Более строгого САПа, чем у нас в аэропорту, в принципе, нет. И на эту тему было очень много отзывов, как туристов, так и наших постоянных жителей Крыма, которые летают. Потому что наш САП досматривает самым тщательным образом и сумки, и пассажиров, и так далее. Поэтому наш Симферопольский аэропорт... И хорошо, но с жидкостью пропускают, кстати, я тоже заметила. Вот у меня, на моем опыте, не было такого. По поводу дельфинария в Хургаде, как оно? Ну, понятное дело, что все идет на спад. Есть в Хургаде у нас дельфинарий. И понятно, что Хургаде это российский курорт, да, то есть 90% посетителей этого дельфинария это россияне, так или иначе. Тем не менее, они еще там есть на сегодняшний день. Есть спад процентов на 30, наверное, от средней посещаемости сегодня. Но все туристы говорят о том, что они заканчивают сейчас свои туры, а новые туристы якобы приезжать уже не будут. Поэтому чувствуется существенный спад. Но вы как часто туда летали и насколько реже сейчас будете туда летать? Я реже летать не буду, потому что один из новых проектов, который мы хотим реализовать, это на территории Каира. Это большой город и один из новых дельфинариев мы хотим открыть там. Поэтому я буду продолжать туда летать. Я для себя проработал все возможные пути, как туда можно добраться. В принципе, прекращать летать туда нет у меня возможности, но и в принципе желание. Ну, понятно. По поводу египетской трагедии. Мы записали интервью с членом экспертного консультативного совета при главе Крыма, с генеральным директором радиостанции «Говорит Москва», председателем совета директоров газеты «Комсомольская правда» Владимиром Мамонтовым. Давайте его послушаем и вернемся в студию. Добрый вечер, Крым. Добрый вечер, гости, участники все. Я думаю, что без крайней необходимости и без точного знания, что существует серьезная опасность, такие бы меры президент не принял. Это теракт до сих пор нельзя считать окончательно расследованным, безусловно. И при этом из головы не может не идти мысль о том, что да, нам надо обеспечить безопасность, да, это главное, и может быть в политическом и государственном смысле это главное, но люди при этом не должны пострадать. Мы еще не очень понимаем, что в обществе нет такого ощущения опасности. Понимаете, вообще у нас народ храбрый, он же, другие страны его эвакуировали после терактов, а наши говорят, не, ну подождите, мы отдыхаем и эвакуируемся. История международного воздушного терроризма знает потрясающие совершенно случаи, когда, и они очень серьезно подвинули всю историю безопасности, когда вовсе никакую не взрывчатку проносили на борт самолета, а две мало, ну в общем абсолютно безопасные жидкости, потом их смешивали. Однажды даже террорист умудрился их смешать, оставить под креслом, уйти из самолета, и тогда такие были нравы, что самолет не высадили весь, не перепроверили, а пассажир решил не лететь. Ну, подумаешь, пассажир решил не лететь и ушел. А под креслом он оставил крошечную, соединенную, которая в течение времени соединилась, две жидкости соединились и произошел взрыв. Конечно, с тех пор безопасность резко была повышена, и знаменитые бутылочки не меньше чем, там не больше чем 100 миллилитров мы сейчас можем, и так далее, и так далее. Просмотр нашей обуви, перетряска нашего багажа, полное сканирование и так далее, и так далее, и так далее. Мы на это ворчим, это удлиняет нам дорогу и так далее. Но это жизнь нам удлиняет, на самом деле. Это очень важный момент. Спасибо большое. Это был Владимир Мамонтов. Одиссей, все мы слышали о трагедии, которая произошла 9 дней назад. Разбился самолет, погибли 4 человека в Крыму. Как обезопасить, на ваш взгляд, пассажиров от гибели? Знаете, поприветствуем всех телезрителей и людей в студии. Здесь все непосредственно связаны с тематикой авиационной. Сегодня, кстати, если я не ошибаюсь, 9 дней погибшим. 8 даже, да? В общем, соболезнования, очень это печальная история. Чтобы обезопасить полеты и сделать какие-то там единственные правила, это, конечно, комплексный подход. И этим должны заниматься профессионалы. Наверное, после этого случая печального сейчас будет серьезно к этому отношению. Мы же, крымские инновационные технологии, мы занимаемся чуть-чуть другим аспектом. Мы проработали создание в Крыму малой авиации для развития. Это понятно, мы об этом поговорим. Поэтому лучше слово дать ребятам, которые более-менее профессионально к этому могут отнестись и зная рассказать. Вот мы Александра попросим сказать слово, поскольку, насколько я знаю, что вы были знакомы с погибшим пилотом, и все говорят, что пилот был опытный, но разрешения на полеты у него не было, да, насколько мне известно? Я не могу сказать, было у него разрешение на полеты или нет, потому что я не присутствовал при этом всем. То, что сказать, что трагедия случилась и беда, то есть, ну, она случилась. Все мы ездим на машинах, все ездят на мотоциклах, и случаются какие-то трагедии. Лопается колесо, лопается, что цепь спадает в мотоцикле, кто-то забывает водительское удостоверение дома, то есть, и еще что-нибудь. Но это не означает, что это как-то взаимосвязано с трагедией. Да, может, есть какие-то нарушения, но мы не присутствовали в данный момент, и мы не можем судить. Я, например, считаю, нормальные люди не имеют полное право, пока идет следствие, принятие решения. То есть, причину данной трагедии. А еще результатов следствия, результатов нет, только ведется? В данный момент идет и расследование, поэтому выносить какие-то свои... Мы сейчас можем только предполагать, безусловно. Предполагать мы тоже не можем, потому что мы можем косвенно повлиять на следствие, то есть, высказать свое мнение, которое поведет следствие в неправильном направлении. Поэтому я считаю, что этот вопрос, причину непосредственно катастрофы нужно ставить после разбирательства следствия, вынесения определенных заключений комиссии. Вы знаете, я добавил бы, что, в принципе, единых правил по малой авиации еще так, каковых нет. Юридическое поле пока еще не обусловлено, чтобы предъявлять кому-то что-то. Это серьезный момент. Сейчас как раз мы это тоже дальше обсудим. У нас есть житель Судака в студии присутствует. Сандро, здравствуйте. Вы тоже были знакомы с погибшим священником? Да, здравствуйте. Я очень хорошо знал Агумена Никона. И вот сказали, что 8 лет по православной традиции. Сегодня 9 дней со дня гибели, поэтому утром в Судаке была панихида по всем погибшим. И после этого жители нашего города поехали в Кизилташ. И, знаете, состоялся разговор, вот о чем я хотел попросить и сказать людям, которые могут принять решение по подобному поводу. Состоялся разговор с одним из священников, с отцом Марком. И были разговоры еще в момент похорон, что надо со временем увековечить память погибших людей. Потому что среди них был игумен Никон, настоятель монастыря Кизилташского, святостифана Сурожского. Очень уважаемый человек. Среди них был один из первых казаков у нас в нашем районе. Тамара Беляя, очень уважаемая женщина. И, конечно же, Олег Сокол. Те, кто его знали, я думаю, что они подтвердят, что это был очень достойный человек. Отец Марк предложил очень хороший вариант, как мне так кажется, сделать часовню. Вот если это будет возможно со стороны летчиков, со стороны тех людей, которые могут принять подобные решения. И, может быть, обратиться к метрополиту, было бы хорошо, если бы, например, Климентьево появилась часовня погибшим в небе. Спасибо. Вот такое. Спасибо. Руслан, ну вот после трагедии вдруг вспомнили, что малую авиацию нужно узаконить и ее развивать. Один из желающих, я так понимаю, развивать малую авиацию в Крыму – это вы. Не то чтобы прям малую авиацию. Изначально я хотел бы выразить соблезнования погибшим как и родственникам Аэрбаса 321-го над Египтом, так и друзьям и родственникам Цесны в Коктебеле. Что касается малой авиации, а де юра – авиация общего назначения, это даже не часть, это сектор гражданской авиации Российской Федерации. Здесь мы не готовы и не компетентны говорить о трагедиях или о чем-то, что-либо еще. Проблема намного глубже. Она идет с 90-х годов. Давайте не будем забывать, что все же авиация гражданская в целом, как комплекс, потеряла очень многое, поскольку в Советском Союзе это была плановая экономика, социально ориентированное государство. Сейчас при рыночной экономике появление других сегментов институтов забыли про авиацию общего назначения, про малую, так называемую авиацию, про сверхлегкую авиацию. ДОСАВ теряет, стал, я не побоюсь этого слова, чуть ли не автошколой. И деталей в этом достаточно очень много. Здесь должен быть структурный, стратегический и очень ответственный и жесткий подход. Как о развитии малой авиации в целом в России, в том числе в Крыму. И такие случаи не единичные, они есть. Просто ранее, в советское время, мы не знали, потому что не было интернета, не было такого обширного информирования. А сейчас это доступно. Мы сейчас в сетях социальных, мы это видим каждый день. Это трагедия ужасная. Мы уже переходим постепенно к малой авиации. Вы говорите, что нужен структурный подход. Одиссей, конкретно какой подход нужен? Ну смотрите, мы исходим из того, что Крым по известным обстоятельствам сейчас является островом. И все вопросы, связанные с логистикой между материком и Крымом, они очень актуальны. Мы с самого начала участвовали во всех процессах. И мне как бы это можно говорить смело, потому что все наши электронные очки... Это понятно, какой структурный подход должен быть, да? Я к тому же и говорю, все это взаимосвязано. Обозначит отдельную структуру, все должно быть в комплексе. Во-первых, вот мы сделали такое поручение Руслану, как Крымской инновационной технологии, разработать концепт объемно, согласовать, что они сделали. То есть мы сегодня получили документы с рекомендацией от Госдумы, в смысле комитета при Госдуме развития малой авиации Крыма, да? Я хочу конкретику, я не хочу про документы слышать. Я хочу конкретно по пунктам. Четыре пункта. Первых, что нужно сделать и сколько это стоит? Ну, нужно дать старт развитию малой авиации Крыма. Сколько... Это понятно, мы для этого, собственно, и собрались, так? Так, финансирование и так далее, бюджетом не предусмотрен. Ну, насколько мне известно, просчитан проект, и изначально это 300 миллионов, да? Нет, нет. Бюджет, сколько? Изначально это юридическая проблема. В первую очередь, это отсутствие структурных вещей в гражданской авиации. Потому как в Росавиации отсутствует надзорная часть. Потому как мы обучаем пилотов дороже, чем в Европе. Потому как авиационный парк отсутствует в авиации малой авиации в качестве авиамоделирования и строения. Мы покупаем иностранные борты, и это влияет на техническое обслуживание, и это дороговизна. Малая авиация не является прибыльной, как сама по себе, в частном случае. Инвестиции в эту область не идут. Это, извините за выражение, фанаты занимаются малой авиацией. Но если мы говорим о развитии туристического сектора, если мы говорим о развитии гражданской авиации как под структурой ООН, тогда действительно здесь должно быть структурно, совместно в формате ГЧП создано предприятие, в котором инвестиции будут защищены посредством инфраструктуры летной, посадочной полосы, вертодромы, гидродромы и так далее. Тогда инвестор будет заинтересован вкладывать деньги в это. Тогда действительно будет, когда обеспечен спрос на это, когда есть, к примеру, взлетно-посадочная полоса. Для того, чтобы обеспечить глиссадной системой посадки, это 50 миллионов рублей. Проект, который мы представляем, это порядка 4 миллиардов рублей. Это не одна площадка. Понятно. Алексей. Ну, я попробую на 4 пункта ответить, которые вы говорите. Мои коллеги, может быть, меня где-то поправят или поддержат. Ну, в первую очередь, я так думаю, что все, что сейчас происходит в Возоке, это происходит согласно авиационному кодексу. И ничего более того. Поэтому, в первую очередь, воздушному кодексу. В первую очередь, нужна законодательная база. Действительно, с начала 2000-х годов, вопрос о малой... Ну, не все в нашем. У нас власть республиканская. Это надо решать на уровне Государственной Думы федеральной. То есть, должны быть единые правила, расписанные под каждый вид малой авиации, со всеми требованиями. Очень много споров идет. Я просматривал специально... Этот вопрос меня интересует по сфере моей деятельности, по туристической. Я просматривал. С начала 2000-х годов идет очень много споров, предложений, создания закона о малой авиации. Каждый защищает свое. Мы действительно... Так же, как и по курортам, да? Да, ситуация такая, что, когда происходит авария на дорогах, мы так сильно не шумим. Но каждый день, я согласен полностью с коллегами, у нас по три, по четыре новостейных момента о том, что кто-то на дорогах погиб. В авиации на сегодняшний день, слава богу, это единичный случай. Хотя на материковой России таких случаев намного больше. Потому что вот малая авиация сейчас очень сильно развивается в Санкт-Петербурге, в Москве, в области, в регионах Сибири. Потому что там на малой авиации вообще держится связь между муниципальными образованиями. Я читала, у нас в 80-м году в Крыму пассажиропоток по малой авиации был 10 тысяч человек в год. Вот, правильно. Абсолютно, да. Это тоже было? Было. И поэтому здесь надо в первую очередь на государственном уровне, на самом верху, решить все вопросы законодательные и общие правила игры. Потом под это, естественно, надо принимать соответствующие нормативные акты на территории республики. И потом я абсолютно соглашусь, надо просто четко определиться. Тогда перелеты были и в Керчь, и в Джанко, если мне память не знает. Это аэропорт заводской наш, работал, и там что-то в Джанко, если мне, я не ошибусь, что-то 3 рубля с копейками стоило этот билет перелететь. И этим пользовались. И сейчас на сегодняшний день спрос есть. Спрос есть у пятизвездочных отелей. Собственно говоря, куда летали и по времени сколько можно долететь в направление? На сегодняшний день спрос есть очень большой, как связь с материковой частью, с тем же Краснодарским краем. Также есть спрос и у наших пяти, четырехзвездочных отелей для их гостей. Спрос есть, что нужно делать? Как депутат, ответьте мне. Как депутат, отвечаю. Будем этим заниматься или нет? Будем, мы этим занимаемся, будем. И на сегодняшний день инвесторы потенциальные есть. Этот проект не просто так сделать. Повторюсь, во-первых, это должны быть большие деньги. Во-вторых, как правильно сказали, основная масса авиации, малой, легкой, она импортная. Отечественного производителя очень мало. И поэтому для Крыма не все сейчас могут даже приобрести и перевезти, перегнать сюда эту технику. Комитет уже обращалось несколько человек. Инвесторы из Санкт-Петербурга приезжали. И мы направляли их в Министерство профильное по транспорту. Они вместе с министром выезжали, смотрели аэропорт. Естественно, инфраструктура, которая есть в аэропорту заводском, уже устарелая. На сегодняшний день нормальной базы, насколько я понимаю, по ремонту и обслуживанию, как таковой, в Крыму вообще нигде толком нет. Даже на обслуживание, насколько я знаю, летают в Сочи в Краснодарский край все вертолеты. Хотя у нас, ну, не раз мы видели, прогуливаясь по набережной Ялты и Алушты, как вертолеты летают. Это довольно-таки уже нередкий момент. Поэтому мы этим занимались и будем заниматься. Сергей, как вы думаете, какие перспективы у этого направления? Ну, я не специалист в авиации, но хотел бы понять, о чем мы разговариваем. Если мы говорим о легкомоторных самолетах, где там 3-4 человека, или мы говорим о том, что было в советское время Ан-2, который перевозил немного больше людей. И это было все в системе, насколько я помню, аэрофлота, да, кажется. Вот, аэрофлот даже, видите, есть эмблема. Это немножко две разные вещи. Поэтому, если говорить про вот такой вид, то есть это, я не знаю, как они называются, не легкомоторные, как называется Ан-2. Ан-2 это авиационное значение. Кто у нас специалист? Если мы говорим о вот тех самолетах, которые называются легкомоторные, которые находятся в частных руках, то, конечно, перевозка такими самолетами туристов нерентабельна. Я имею в виду перемещать их с одного города в другой. Это не каждый себе позволит. Это только богатые люди, да. Ну, а как один из видов туристического вида, да, он имеет право на жизнь. Поэтому, в принципе, любые виды туризма или любые виды транспорта, которые сегодня оказывают услуги для туриста, они для Крыма очень важны. Вячеслав. Я бы тоже хотел присоединиться к Сергею Валентиновичу, поддержать его, что мы как-то отдалились от темы. Одно дело курортники, другое дело как вид транспорта. Мы сейчас говорим открыто, да, перед нашими телезрителями, что у нас нет правил игры. Вопрос. Если у нас нет правил, каким же образом самолет оказался в небе? Значит, правила какие-то существуют. Ну, и вопрос еще вот в чем. Насколько я слышал, я не знаю, слухи это или правда, что в этот самолет должны еще были сесть дети. И не сели они только по какой-то там мифической причине болезни. То есть, по факту мы бы могли иметь, это трагедия для родственников, это трагедия для семей. Но мы бы могли сейчас еще иметь, извините, и трагедию для всего, для всей Российской Федерации, так как гибель детей это вообще, ни в какие ворота не лезет. Давайте тогда определимся. Нету правил игры вообще, и их нужно создавать с нуля. Законодательную базу под это подгонять. Аэропорты. Или все-таки есть какой-то у нас сегмент, который уже в нормативной базе, и имеется законодательное обоснование того, что какие-то самолеты могут взлетать в небо. Коллеги. Александр, есть у нас правила игры? Возьмите микрофон, пожалуйста. Есть правила игры. Дайте микрофон, пожалуйста. А, вы можете ответить. Позвольте. Солодняков Александр, директор авиационно-учебного центра «РГУВК». Это город-герой Москва. Университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма. Правила игры существуют. Существуют федеральные авиационные правила. Существует воздушное законодательство Российской Федерации, которое согласовано с международным воздушным законодательством. И эти правила, и эти законы нужно просто-напросто соблюдать. И вот и вся задача, и вся проблема в малой авиации, как вы ее называете. Но воздушные перевозки – это удел коммерческих авиационных структур, но ни в коем разе не малой авиации. Малая авиация – это частные пилоты, это владельцы воздушных судов, это организации, клубы, некоммерческие партнерства. Это вот что считается малой авиацией или авиацией общего назначения. Все остальное, перевозки воздушные, то же самое, вы говорите, 10 тысяч пассажиров перевозили какое-то количество. Это, значит, авиапредприятия перевозили. Это не частные лица. Развитие малой авиации, что касается, это, допустим, показатель прогресса той или иной области, в данном случае республики. Есть малая авиация, значит, есть свобода в воздухе, есть организация, которая будет помогать этой малой авиации, в данном случае правительство республики. Вот это основная цель и задача. Должна быть создана, обговорена с заинтересованными лицами, с заинтересованными структурами, клубами. Единые концепции развития именно авиации, частной авиации, авиации малой республики, дабы не допустить в дальнейшем вот этих нарушений, вот этих трагических причин. Но в счетом того, что правила игры не соблюдаются, мы уже поняли, значит, все, что сейчас летает над нами, это все делается с нарушениями, как вы думаете? Какая у вас информация? Значит, все, что летает сейчас над вами… Пилоты, имеют ли они разрешение, аттестацию соответствующую именно месту? Значит, эти занимаются, Южное управление говорит, что нет контроля. Контроль есть. Вот как раз контроль над авиацией общего назначения есть. То есть это госавианадзор, специальные отделы за контролем деятельности в области авиации общего назначения. Это существует. Все. Но поймите одно, то есть именно на региональном уровне, когда вы создадите ассоциацию малой авиации республики, и когда вы ее, значит, всех заинтересованных лиц соберете под одно крыло и будете им говорить, ребята, значит, давайте летать и работать по правилам. Значит, небо, оно для всех, оно единое. И единые правила, и законы существуют. Эти законы писаны кровью. Поэтому все, что происходит, это единственное, говорю, нужно собраться. Это нужно на основе именно законности и правопорядка в воздухе, я имею в виду, создать ассоциацию, вот эта ассоциация малой авиации Крыма. Кстати, это не... Уже поняли. Все, сначала создать ассоциацию. Давайте посмотрим. Мы услышали ваше мнение. Спасибо. Я просто изначально скажу, что давайте от обратной, сказать, от истоков, от законодательства. Курирует авиацию общего назначения. Четыре пункта, самые главные. Первое, это ИКАО, Международная ассоциация. Второе, это Воздушный кодекс Российской Федерации. Дальше, это постановление президента Российской Федерации. И нормативные правовые акты. У нас есть три воздушных пространства. А, С и G. То есть зона Гольф. Вот зона Гольф-Джи, это является зона малой авиации. То есть уведомительного характера. В Крыму ее нет. Почему? Потому что Крым насыщен военными базами, военно-воздушными базами. И они перекрывают. Нет согласованности между гражданской авиацией и военной. Это поэтому происходит санкционирование. Несанкционирование, я сейчас не готов судить и не хочу этого делать. Но пилоты частные, а в России, на материке, есть такие, которые сами конструируют воздушные судна, не серфицируя их, и летают. Свыше до 100 метров радиолокационная система не наблюдает данный аппарат. Летают. Таких примеров очень масса. Очень много трагедий. А в Крыму такие есть? Я не знаю, есть ли в Крыму такие, но если говорить про Крым, то у нас пока нет зоны G. Если говорить про авиацию общего назначения. Это проблема пилотов. У нас нет инфраструктуры летной. У нас нет оборудованных, оснащенных, материно-технических базы. У нас нет узаконенной нормальной... Не то, чтобы узаконенной... Мы уже поняли, что... Я уже поняла, что у нас вообще ничего нет. Нет, поймите, это не Крым. Крым не исключение. Вся материковая Россия, страны СНГ имеют большую проблему. Более того, есть еще другие факторы, как налоговая ставка на воздушное судно, на землю. Потому что воздушное судно должно прикреплено к определенной площадке, где оно дислатируется. Это развитие диспетчерских групп, которые ведет данное судно. Это целая система. И здесь вот так вот просто обвинить что-то, это некорректно просто-напросто. Законодательство несовершенно, потому как им не занимались. Занимались дальнемагистральными компаниями. Мы это понимаем. Теперь мы уже поняли, что... Еще раз говорю, мы поняли, что ничего нет. Мы уже думаем, что делать. Вот гость предложил создать ассоциацию. Ассоциация есть. Ага. Но это уже не решает. Ну, уже, пожалуйста, вы хотели... Что касается зоны G. Зона G создана для того, чтобы частный пилот уведомил диспетчерскую службу, и чтобы она знала, что он полетел по тому маршруту, дабы оказать ему помощь в поиске и спасании. Совершенно верно. Не более того. То, что касается отсутствия зоны G, это не трагедия. Это нормальное явление. То есть любой полет здесь подконтрольный. То есть если вы захотели куда-то полететь, позвоните диспетчеру, скажите, я такой-то пилот, у меня такое-то пилотское свидетельство, у меня какие-то допуска, я хочу полететь отсюда-сюда-то. Не вопрос. В течение часа вы получите, через получаса, вы получите разрешение. То есть вы будете знать, где вы находитесь. Что касается тех, кто сами конструирует и делает самолет, и летает без разрешения, я извиняюсь. Вот этот самолет, который упал под как дебилем, он какой был? Самоконструированный и вылетал без разрешения? Конечно нет. За вас сквозь инфицированный. То есть база есть. Раз этот самолет откуда-то взлетал, база есть. Давайте соберем круглый стол, соберем всех. Так а почему вы никого не собрали до сих пор, коллеги? Поймите, это вопрос исключительно международной авиационной комиссии, вопрос прокуратуры, вопрос других ведомств надзорных. Почему данный пилот, или почему данное воздушное судно свершило полет? Каким образом? У нас как обычно сейчас найдут какого-то виновного, который, собственно, не совсем не нравится. Руслан, вы понимаете, что мы опять дождались жареного петуха, который нас клюнул. То есть если бы мы могли это сделать месяц, два, три, пять назад, вполне возможно, этого бы не случилось. Потому что были бы приняты какие-то общие правила игры. К сожалению, нет. Вы знаете, Мария, я бы сказал буквально два слова. Вот вы приостановили разговор, но здесь нет четыре-пять вопросов. Здесь есть корень, один вопрос. Дать старт развитию малой авиации и обусловить его всеми правилами, законами и так далее, финансами и тому подобное. Все остальные вопросы, они чисто для того, чтобы их озвучить. Но они не решат проблему. Нужно дать старт на государственном уровне. Коваль Владимир Владимирович, председатель общественного совета при Министерстве спорта Республики Крым. Я считаю, что мы не вправе давать оценки согласованности воздушных властей. Это не наша компетенция. Но я вам могу сказать так, что в Крыму потенциал очень большой. Выпускаются журналы, начнем с этого, авиационные. Где вы такое видели в России? Практически нигде. Чемпион России этого года Алексей Цигура, житель Сахского района. Это в сфере спорта. То есть очень много достижений. В микрофон, скажите, вас не слышно. У нас огромные есть, сидят перед нами владельцы самолетов, которые летают в Монголию. В России такого практически нет. У нас сумасшедший потенциал. Вопрос. А почему, если в государстве, конкретно в Республике Крым, целевая программа развития авиации общего назначения? Она есть. Лежит полгода пылится в Министерстве транспорта Республики Крым. Я один из составителей ее. Вот документы есть. То есть много вещей есть, которые Республика считает, что это не совсем корректно. Наверное, нужен инвестор? Наверное. Наверное, нужен инвестор? Нет, не надо инвестор. Мы сразу упираемся в деньги. Есть вопрос имиджа. Если у нас в Санкт-Петербурге есть воздушный шар, тепловой аэростат, на котором написано «Санкт-Петербург», и он взлетает, и все видят, и ох, как хорошо. А есть такое в Крыму? А у нас аэростаты наши одни из лучших в России, как спортсмены. Это понятно. А за чей счет сделан этот шар? А за чей счет мы летаем в Монголию? За чей счет мы летаем? Вообще везде все делаем, выступаем на соревнованиях. Кто дает деньги? Мы за свой счет это все делаем. Но нет программы, где мы можем зайти и сказать, ребята, вот государство, мы помогаем государству, имиджу государства. Правильно? Мы стараемся за свой счет. То есть вы говорите, что вас не слышат? Нас не то, что не слышат. Просто я не слышал на сегодняшний день ни одного реплики, что Крыму нужна авиация. Это имидж. В вопросах имиджа слово «деньги» должны отсутствовать. Вы знаете, парадокс получается. Недавно даже глава республики заявлением в новостях мы читали, что нет у нас никакой площадки для того, чтобы поднять эту тему и профессионально ее вести. Никто не берет на себя ответственность. Но в то же время, если у нас, я их могу назвать даже героями, которые с момента распада Советского Союза до сих пор удержали на плаву площадки, где они летают, становятся чемпионами и так далее. Вот мы, как общественная организация, тоже предоставили концепт. Вот парень сказал тоже о своем концепте, который пылится. Я предлагаю, раз такая возможность у нас есть по телевидению, создавать рабочую группу, анализировать проекты и двигать их, предоставить уже в концептуальном виде главе республики. Думаю, что будет только одна благодарность. Спасибо. Инициатива. Во-первых, сказано очень много здесь такого. Я вообще-то как недалек от авиации, занимаюсь непосредственно этой авиацией. Да, я занимаюсь пять лет. Многие знают меня. Я знаю многих этих пилотов, которые летают, прыгают, управляют, имеют собственниками. И на воздушных шарах нельзя разделять. Парашютист, летчик. Они занимаются в авиации, живут в небе. То есть у них динамика, аэродинамик и земное притяжение никто не отменял. То, что касается сейчас в данный момент обсуждения каких-то программ целевых. Я на них смотрю тоже. Мне их присылают и начинаем. Куда? Скажите, пожалуйста, вот мы сейчас разговариваем. У нас есть хотя бы один летчик, которому 30 лет. Именно 30 лет лет летчикам малой авиации. О чем мы с вами разговариваем сейчас? Скажите, пожалуйста, вот вас вы слушаете бюджет, помогаете, концепции. Знаете, у нас была бы просьба, не мешайте нам. То, что вы говорите, не существует. Существуют федеральные законы, авиационные правила, управление. РВД, организация воздушного движения. Существуют площадки с документами, то есть аттестованные в законах Российской Федерации и приукраинских. И есть пилотские, все летают с пилотскими. Извините, мне обидно слышать, когда я летаю. Я 10 месяцев не летал, пока не оформили полностью все документы, не получили СЛГ. Даже возьмем полет наш в рамках программы на Медхан Султана 24 числа над центральным рынком. Согласовано, все документы есть. Но у нас есть какие-то доброжелатели, через 8 секунд уже звонят несанкционированные полеты. И начинаются у нас разборки. Так давайте мы разберемся не в бумажных вот этих всех делах, а в законности. И не так. Вот скажите, пожалуйста, что такое малая авиация? То есть авиация общего назначения. Было названо, это частник, в первую очередь. Это юридические лица, пользующиеся воздушными судами до определенной весы. Да, вертолеты до одного веса, то есть самолеты до другого веса. 5700. Скажите, пожалуйста, зачем вмешивать коммерческую авиацию? Ну еще есть спортивные, есть легкие. Есть спортивные, все входят в малую авиацию. Это есть спорт. Нужно поддерживать спорт. То есть летаем. То есть есть площадки, и они будут. Так с этим никто не спорит? Ну мы сейчас говорим, что у нас ничего нету. Вот судя послушать по вас, я попросил бы в рабочую группу, мы обратимся к Сергею Валерьевичу с уважением, большим относимся к нему, потому что он сохранил один из аэродромов, который на сегодняшний и остался заводском, государственной собственностью, и я большое спасибо. Так, уже перспектива нарисовывается, уже приятно. Да, перспектива касается в том, что нужно собрать именно пользователей данного воздушного пространства, потому что в данный момент есть люди, которые находятся там, ну то есть я вот Глеб Сухоцкий, то есть это относится к малой авиации, хотя они летают на парапланах, они без моторов. Мы летаем на моторах, да, мы прыгнем с парашютами. Это сверхлегкая авиация. Вы продолжите. Вячеслав, вы хотели... Знаете, я бы хотел поддержать предыдущего оратора, и видно, что человек действительно с душой говорит об авиации. Понимаете, мне кажется, нас Руслан немножечко вводит в заблуждение. Он хочет создать что-то новое, а мы здесь, я так понимаю, и авиаторы Крыма говорят о том, что нужно сохранить старое. И на этом же заработать, судя по рассуждениям Руслана, конечно, неплохо. А здесь мы говорим о том, что нужно сохранить хотя бы старое, привести его в порядок, и уже от имеющейся школы, от своих наработок идти дальше, вперед. А не сейчас строить какие-то мифические проекты на 4 миллиарда рублей, которые, ну, естественно, никто не даст в одночасье. Поэтому давайте тогда действительно уже говорить о том, что мы должны вот те наработки, которые годами новаторы сохраняли в Крыму, сохраним и переведем их в практическую плоскость. Может быть, вы хотите сказать, что вам нужно? Что вам для начала нужно? Чем вам можно помочь? Может быть, мы как от лица общественности напишем письмо, поддержим вас. Что нужно в первую очередь? Я думаю, он ответил на многие вопросы. В первую очередь, создать при совете министра в рабочую группу, в наше предложение, это наше именно предложение. Он вообще боится. Рабочую группу, но в которой состав группы должны войти, ну, извините, не бумажные люди, которые чисто бумажек начитались, даже и в интернетные вот эти, ну, а зайти именно профессионалы и непосредственно пользователи. То есть владельцы самолетов. Ну давайте, мы, я тоже знаю статистику, потому что я регистрировал самолеты сам. А сколько примерно частных самолетов? Ну, могу сразу сказать, что вот сидит три самолета, да, у Сергея Шевчука. У нас четыре единицы. У Александра еще одна единица. Ну, даже шесть еще дополнительно ребят, которые с нами. То есть, грубо скажем, мы на весь Крым с вами найдем пользователей. 20 самолетов, ну, то есть 20 летательных аппаратов. На сегодняшний день в строю из них, с летной годностью, могу сказать, что с этих аппаратов где-то, ну, штук четыре. Ну, я говорю, штук четыре я беру с крымчан. Четыре единицы летной техники. То есть вопрос второй. Ну, вы же поймите правильно, я беру за моторную, извините за выражение, то есть я вот кого-то обидел, потому что у нас и шары подлежат регистрации, и пилоты на шарах должны получать пилотские свидетельства. Если мы с вами разберемся, то это очень сложная процедура. Давайте мы продолжим немножко позже обсуждать, как нам пользоваться всем этим добром, который у нас есть на территории Крыма. Сейчас мы прервемся ненадолго на короткую рекламную паузу и продолжим говорить о перспективах развития малой авиации в Крыму. Оставайтесь с нами. Мы снова в прямом эфире. Это ток-шоу «Все как есть». Продолжаем говорить на тему перспективы развития малой авиации в Крыму. Александр, мы говорили о том, какое количество у нас техники насчитывается на территории Крыма. Если взять, просто малая авиация подразделяется на легкую, на сверхлегкую. То есть это и есть и дельтапланы. Если мы сейчас не будем кривить душой, то есть ребята, занимающиеся спортом на дельтапланах, я могу сразу сказать честно, что половина их не зарегистрирована. Почему? Потому что условия регистрации... Почему жесткие условия регистрации? Сложные условия регистрации. С другой стороны, сложные пилотские. Да, мы разговаривали с Росавиацией, то есть были совещания у нас неоднократные, мы присутствовали. Мы тоже не могли понять, почему наши украинские пилотские, при вхождении, то есть во всем мире можно летать с ними. В России нет. И у нас, как пилоты, проходили как первый раз. Просто первый раз, согласитесь, как-то иметь... Хорошо, а пересдать как-то это все? Вот пересдавали как первый раз, ПТК проходили, так далее, тому подобное. Чтобы заменить пилотские, это тоже сейчас на сегодняшний день дорогостоящая задача. Хотя указом президента было четко указано, что документы, которые выданы, образовательные документы, от мая месяца 2014 года было написано, для жителей Крыма признаются и валидируются, то есть подлежат замене. Но в результате, к сожалению, этого же не произошло ничего. То есть каждый пробивался как за свой счет. На сегодняшний день даже здесь с очень пилотскими, то есть людей в Крыму у нас очень мало. То, о чем Вячеслав говорил, что нужно корень искать. Хорошо, какой выход из ситуации вы видите? Ну, выход из ситуации, я говорю, что пилотские мы это поменяем, то есть уже по правилам, то есть уже знаем, как это все делать, ничего страшного. То есть нужно поддержать, у нас нет молодежи. То есть первое, что нам нужно сделать, это молодежь. Специалисты. Потому что я задал вопрос, если мы найдем пилота в Крыму, который не старше 30 лет. Но я могу сразу сказать самое обидное, что мы не найдем пилота малой авиации, которому даже меньше 40 лет. Нету, то есть нету их. Я беру пилота моторной авиации, самолетов. То, что касается пилотов, я имею в виду парашютистов, это тоже пилоты. Парапланиристы, это тоже пилоты. То есть у них тоже есть свои, то есть в этом плане есть. Если мы возьмем, у нас в основном сейчас трагедия просто самолеты. Глеб, я не хочу вас обидеть ничем и никого. Я не знаю, кто Глеб, но вы Глеб, да? Да. Мы вас обидели. Нет, нет, нет. Что я просто сказал, что нету ребят пилотов. Потому что это тоже пилот воздушного шара. То есть эти есть. Мы просто как основное ударение на самолеты. Давайте сейчас Глеб нам о тебе расскажет. Презентуйте себя, Глеб. Сухоцкий Глеб, глава федерации сверхлегкой авиации. Сверхлегкой авиации России в Республике Крым. То есть я возглавляю федерацию, которая занимается парящими полетами на параплане, дельтаплане, мотопараплане, дельтаплане и очень легких маленьких самолетах. Пока что мы говорим в контексте передачи только о самолетах. Дело в том, что в авиации малого общего назначения, о чем мы сейчас обсуждаем, входит также наш парапланы, дельтапланы, мотопарапланы. В Крыму очень большое количество площадок, пилотов, клубов, которые занимаются полетами значительно проще, чем моторный самолет с аэродромами. То есть гора Клементьева, на ней летают парапланы, дельтапланы. В Симферополе очень сильные клубы, спортсмены. Александр говорит, что у нас мало пилотов. Я попрошу, ну как бы сделаю рематку. Когда крымские пилоты, парапланиристы, к примеру, вошли в сборную Российской Федерации, Россия с 18-го места поднялась на 12-е в рейтинге парапланиризма. Приятно слышать, конечно. Да, то есть у нас очень сильная школа. То есть все у нас есть. Школа в этом направлении, в Крыму, колоссальная и есть перспективы развития. Есть проблемы, они как раз таки связаны с зоной G, вышеупомянутой, с проблемой на разрешение полетов и с тем, что в Крыму очень большая плотность воздушного трафика. Есть, опять это надо обсуждать, каким-то образом создавать рабочие группы. Есть программы, которые это рассматривают. Я надеюсь, что после нашего эфира вас услышат и вы все-таки создадите какую-то рабочую группу. Мы надеемся на это. Лед тронется. Чтобы люди были заинтересованы, потому что есть площадки, которые в нас на сегодняшний день зарегистрированы официально в Крыму. То есть официальных. То есть даже две площадки на сегодняшний день. Две. Два паспорта на площадке, которые на сегодняшний день есть. Больше их нет. Это в Симферополе зарегистрирована площадка. Я беру просто как заводскую одну. И вторая площадка зарегистрирована на Коктебеле. И даже в связи с тем, что там есть площадка на Коктебеле, там закрывается зона УКТ. То есть учебно-тренировочные полеты. И поэтому ребята там могут еще как-то летать. Но опять же, это до поры до времени. То есть опять же, потому что нету зоны G. То есть нету пространства. Нету зон хотя бы выделенных. То есть площадок. То есть где бы. То есть Росавиация сегодня и наше РВД. Я просто пример приведу в пятницу. У нас есть еще одни пилоты. Это авиамоделисты, которые входят в члены нашего клуба. То есть ребята тоже занимают очень большие призовые места. Вопрос второй, что в это воскресенье, когда ребята проводили учебно-тренировочные полеты, хотели заявить. Согласно всех правил инструкции взаимодействия, я позвонил, согласно правил инструкции, набрал штурмана нашего РВД. Говорю, пожалуйста, мы производим тренировки к соревнованиям. Высота полета до 50 метров неполетной. А я вам запрещаю. Вот и все. Спасибо. Пожалуйста, рука в зале была. Мария, я просто хотел бы дополнить две вещи. Первое, что авиационное общее значение, это не только пилот и воздушное судно. Это во-первых. Во-вторых, оппоненту ответить на то, что голословное заявление практически заработать, не заработать. Я думаю, что ту модель, которую мы разработали, проанализировав все площадки юридические, имущественно-ресурсные правоотношения в Республике Крым, потому что есть распаеванные, есть выборочные дела по этим площадкам. Мы изучили инвестиционную привлекательность в этом вопросе, проговорили с инвестором. И такие голословные заявления, которые проработали данный концепт в комитете авиации и космонавтики при Государственной Думе, и считают, что компетенция данных людей выше, чем моего оппонента, при заявлении данного, ну, это как бы неискорректно. У нас нет никакой задачи. Да, я не авиатор. Я, может быть, сын, скажем так, летчика, да, и с авиационной семьей. Так приходите время научить. Это не определяет ни о чем. Но я просто хочу пояснить некоторые вещи, что мы нисколько не говорим о том, чтобы давайте мы будем говорить, как вам летать. Это первое. Второе. Мы не говорим о том, какие правила устанавливать. И третье, самое главное. Мы говорим о том, что сейчас, особенно мы говорим про Крым, разрозненная ситуация между различными организациями, общественными, необщественными ассоциациями, между авиаторами в целом. И не будем скрывать тот факт, что есть и имущественные вопросы, судебное разбирательство и многие другие вещи. Не хочется сейчас вот это выносить, но задача наша соединить всех их, используя законодательство Российской Федерации воздушного пространства. Создать, разработать единую программу. Почему вы считаете, что это ваша задача? Вы думаете, больше никому это сделать? Нет, почему не наша задача? Нет, вы знаете, я получил, как казательная компания, получил поручение от общественной организации ряд вопросов, которые поступали с материка. К сожалению, после того, как Крым вошел в Россию, сюда приехало очень много различных, скажем так, авантюристов, деликатно выражусь, в различных сферах деятельности. И когда я вижу, здесь не нужна много ума, и мои специалисты, экономисты, и юристы, в том числе, когда видят скрытые продажи модифицированных бортов А2 или А3, которые просто списаны, соответственно, и непригодны к летам, они просто и в целях с грифом для главы Республики Крым, развитие авиации, ну это бред, извините. Вот и все. Я исхожу только отсюда, что должно быть комплексный подход, должно быть рабочая группа, где? И сверхлегкая авиация, и авиация, и гражданская авиация, и диспетчерские группы, и так далее, и так далее. Пожалуйста. Вы хотели сказать, уже не хотите сказать. Вы хотели, вы сказали красиво, конечно, что за подписью главы правительства было какие-то отписанные самолеты, но вы сейчас только что сказали. Нет. А2, А3. Я говорю сразу, потому что кому ни одного А3 не существовало. Я говорю, что инициаторы, желающие развивать авиацию в общем значении в Крыму, с материка, называемые так скажем, аферисты, или как угодно, я не хочу их... Ну да, они ссылаются, мы поняли. Они хотят, посредством развития малой авиации, продать просто борты. Которые с материка пролетят сюда. Вот и все. Мы это просто увидели, это нетрудно увидеть. Давайте послушаем мнение Сергея Петрова по поводу развития малой авиации в Крыму и в целом по России. Мы записали интервью с ним, он бывший летчик из Москвы, авиационный эксперт. Давайте его послушаем и вернемся в студию. Реализация такого масштабного проекта в масштабах страны, она связана с привлечением значительных инвестиций. Инвестиции в местные воздушные линии и перевозки на местных воздушных линиях, к сожалению, без субсидирования не обходятся. Соответственно, данный проект может развиваться только в единой системе. А именно, если взять опыт Советского Союза, мы четко представляем, что перевозки на местных воздушных линиях, которые были доступны гражданам с тем уровнем дохода, который существовал, только благодаря тому, что местные воздушные линии существовали за счет того, что единый монополист в то время, Аэрофлот, получал прибыль с международных воздушных перевозок, с перевозок между городами-миллионниками. И в результате плановое хозяйство позволяло датировать и поддерживать аэродромную сеть системы управления на местных воздушных линиях. Спасибо большое. Это был Сергей Петров, его мнение. Дим, я вижу, что у тебя есть вопросы. Да, у нас появились вопросы по телефону заданные. Итак, первый вопрос Александру Судакову. Есть ли на данный момент какая-либо помощь и тренинги для летчиков малой авиации в Крыму? То есть проводятся ли какие-то обучающие курсы? На сегодняшний день ведется активное, то есть благодаря, вот в лице Александра Васильевича, это авиационно-учебный центр, идет активная работа о создании авиационно-учебного заведения для подготовки специалистов авиационного направления. То есть это и пилотов, это же и инженерно-технического состава. Ну, к сожалению, тяжело это все пробивается, но все равно делается. Они нас поддерживают материально-технической базой, документальной базой, потому что мы вошли в путь, не в путь, а в законодательство Российской Федерации, а жили мы по украинскому законодательству. Мы готовились по одним правилам, как тут выражались по правилам МИКАУ. Ну, сейчас мы живем по законам Воздушного кодекса и авиации РФ. А какой вообще спрос? Хватает ли вот этой деятельности? Спрос идет очень большой, но подготовить пилота даже, это очень дорогое удовольствие, чтобы вы понимали. Почему? Потому что подготовить пилота-любителя, мы, опять же, я говорю, сейчас обобщен, опять же, за самолет, например, за вертолет, потому что с парашютной техникой на земле взлетает, и затраты такие не несет. Я имею в виду парапланная техника, парашюты прыгают с самолетов и с вертолетов. То есть в зависимости, на что человек хочет обучиться. Скажите мне, пожалуйста, вот сейчас будет, ну, следующий вопрос задан, где готовят пилотов. Только хотел сказать, а где он может обучиться? Только АУЦ. Или те же дети, которые достигли до 2021 года, могут поступить в какое-нибудь авиационное училище гражданской или военной авиации. Но, опять же, это правило РФ, то есть он не может стать пилотным-любителем. То есть это только авиационно-учебное заведение. Авиационно-учебное заведение, то есть разрешается подготовка, 16 лет подготовка. То есть до 16 лет он не может летать на самолете. Для того, чтобы подготовить, это идет теоретический курс, программа, то есть КПК, так называемый. И после этого нужно налетать 42 часа, чтобы получить пилотское. Вы считаете, это проблема? Может быть, все-таки это человеческая жизнь? От этого зависит? Жизнь тех людей, которые с ним находятся? И может быть, и неплохо, что людям нужно так готовиться тщательно, как вы говорите? Это проблема? Нет, это не проблема. Но готовится, во-первых, нужна программа, и нужно подготовить типы судов и содержание авиационной техники. Это очень дорогое удовольствие. То есть если каждая техника имеет свой часовой ресурс. То есть если мы с вами возьмем самолет Ан-2, ну, например, Як-18Т. То есть ремонт данного самолета, то есть капремонт после 500 часов, то есть двигателя, то есть стоит где-то порядка 500 часов рабочих, то есть он отлетал, то есть где-то порядка 250-300 тысяч рублей. О, не, не 200, прошу, миллион 300. Я прошу впечатления. Даже так? Нас 250 испугало, а вы тут миллион 300 говорите. На сегодняшний день летный час получается, то есть где-то 50 тысяч, ну, по затратам, по ресурсам, то есть затратам именно чисто по самолету и чисто по топливу и дальнейшему ремонту, чтобы его отремонтировать, поддерживать в летной годности, где-то в районе 45-50 тысяч, ой, да, 50 тысяч летного часа, то есть подготовка. А теперь умножьте на 42 часа, то есть подготовки, которые обязаны не вылетать по программе. Возьмем импортный самолет, немножко дешевле. Возьмем серьезный самолет или вертолет, это будет еще дороже. Спасибо. Да, есть еще один вопрос Руслану, нашему гостю главному. Вы говорите об инвестициях и шагах по развитию малой авиации Крыма. А сами были ли вы хоть на какой-нибудь авиационной площадке в Крыму, или все это только предположения теоретически, анонимно, по телефону? На авиационных площадках был, но это не значит, что можно говорить об инвестициях в Республику Крым, или о том, что был я или не был на авиационных площадках, и с кем, и какое общение и изучение данного вопроса ведется. Инвестиция — это немножко другая область совсем. Пилотирование и площадки авиационные, и ветодромы, там, не знаю, взятопосадочные полосы, их состояние — это разные вещи совсем. Здесь я не знаю даже, как ответить на вопрос, честно говоря. Честно как? Честно, я думаю, и пилоты здесь, и те, кто инструктора, и законодатели, и исполнительные органы власти абсолютно не смогут даже ответить на вопрос. Я человек, который сможет прочитать де юры и экономические составляющие, и привлечь инвестора, скажем так, чем занимаюсь профессионально, но, разрабатывая концепт, привлекали профессионалов летной деятельности с материка и в Крыму в том числе. То есть это не просто главнословные заявления какие-то или какие-то основные суммы. Это реальное составляющее, то, что есть сейчас, к сожалению. Спасибо. Еще одна реплика такая. Когда будете создавать рабочую группу, просто просьба, я думаю, вы сами к этому придете, обратите внимание, пожалуйста, на те клубы, которые существуют, молодежные, детские. Вот как у нас Игумен Никон вел клуб, теперь Игумен Никон нет, и клуба нет. Потому что это подрастающее поколение, это крымский патриотизм, это молодежь. Они потом вам помогут. Спасибо большое. Спасибо. Алексей, вы стоите, молчите, и, наверное, уже намереваетесь создать фирму аттестационную. Смотрю я вас. Вы любите это делать? Да, да, я это дело очень люблю. Я уже прошел очень много всего в этом, поэтому больше чем уверен, что как только соберется рабочая группа, они будут между собой очень долго договариваться, потому что у каждого в сердце своего объема пламенный мотор. Я понимаю, что все они любят небо, любят это чувство, но каждый будет отстаивать свою высоту, свой вид самолетов. Вот у меня уже есть опыт очень хороший на всю Российскую Федерацию по разработке законопроектов региональных, поэтому я больше чем уверен, что, во-первых, это надо. Крыму это действительно надо, малая авиация, надо доводить порядок, надо придерживаться общих правил, все должны работать в рамках законодательства, и тогда будет меньше и вопросов, и обсуждений. То, что будут воздушные маршрутки, как были в советские времена, я слабо верю. Это дорогое удовольствие, и не сможем мы уже создать той системы в ближайшее время, пока не найдутся такие технологические возможности. Что для Крыма надо? ВИП-сегмент, он нужен и востребован на сегодняшний день. Я не говорю сейчас о любителях, о профессионалах, которые посвящают свою жизнь. Я даже сейчас вот просто к туристам просто... Мы говорим об услуги, уже переходим потихоньку к курортам. Да, поэтому это надо. Крыму это будет однозначно пользоваться, так же, как это пользуются и на материковой России, во всех крупных городах, как и во многих странах это пользуется. Это и перелет с аэропорта, например, в ту же Ялту очень быстро. И есть люди, которые заплатят. А насколько реально через Керченский пролив говорят, что это 2,5 тысячи рублей будет стоить? Это очень дешево, я хочу сказать, для того, чтобы на вертолете слетать. Может, меня ребята поправят, но я думаю, что это вообще недорого. Ну, такие данные есть. Вот. Недорого это, да, совсем? Да, пожалуйста. Я по Турции хотел просто не просто так это сказать. Я тот человек, про которого вы говорили, летал в Монголию, в Турцию, в Грецию, на своем самолете, это любительские полеты. Норвегия, Италия, США и так дальше. Поэтому у меня есть с чем сравнить и посмотреть вот то, что у нас происходит. И как раз вот есть готовое решение. Ничего не надо придумывать. Хороший пример Турция, да? То есть они позиционируют себя как страна-курорт в основном, да, как мы знаем. Вот. И когда я туда прилетел и познакомился с клубниками, я посмотрел, как они там вообще, ну, как бы, как к ним относится государство. Вот вы говорите, нельзя перелететь из Симферополя в Ялту на Еврокоптере. Да, это дорого. А вы знаете, что пересечение этого золотого рога стоит 40 евро всего и датирует государство ради того, что этот человек, который сел в этот вертолет, он оставит деньги. На мою площадку в 2011 году прилетело, я специально сегодня посмотрел журнал аэродромный, из таких стран, как Англия, прилетали, ну, раньше можно было прилетать в Крым. Это авиатуристы. 147 человек, да, которые каждый, это не средний класс, они оставляли здесь деньги какие-то. Понятно, что сама авиация никаких денег Крыму не принесла, но каждый оставил 5000 евро, 10 тысяч евро. Они все ездили по всем нашим достопримечательностям, они удивлялись, они поражались Крыму. То есть это чехи, турки, англичане, поляки, немцы, ну, перелетчики, да, вот. Ну, зачем даже вспоминать Турцию, если в Москве, насколько мне известно, некоторые компании организовали бюджетные рейсы, да, в близлежащие населенные пункты для того, чтобы бороться с пробками. То есть это должна быть дотация, это имидж, правильно говоря, это должна быть дотация, вот кто-то пригонит вертолет, и, естественно, он не уложится никогда, вот если компания будет создана, обязательно нужно датировать. Это первое. Второе, вот турки, они вроде как бы не дураки, они к этому пришли, да, и еще одно, вот, чтобы я подсмотрел у Турции. Вот тут правильно сказали ребята по поводу того, что нет молодых пилотов, это трагедия на самом деле, турки в это уперлись, когда у них в милитаре не было, некого было садить самолеты. Мы к этому тоже придем, вот-вот уже, да, мы уже слышим по телевизору, что нанимают на нашей авиакомпании, нанимают иностранных пилотов, КВС. Арофлот, да. А почему? Потому что своих, видимо, не хватает, правильно, да? То, о чем Александр говорил. И что с этим делать, как с этим бороться? Вот, клубы. Как решил я этот, ну, понятно, вот сейчас сказал товарищ Судаков правильно, что он не вытянет это на своих мощных плечах, содержание техники, обеспечение учебного процесса и все остальное. Как турки обошлись? Значит, они, значит, готовят, вот Хазарфен, все возле Стамбула, частный аэродром, можете поехать проверить мои слова. Значит, бензин там авиационный, там стоит почти 4 доллара у них, да? Но для всех частников, которые хотя бы прокатил одного малыша какого-то, да, значит, они пожизненно платят 90 центов дешевле, чем автобензин. Это первое. Второе. Они имеют право, они имеют право, которые имеют ППЛ, делать первоначалку обучения, ну, как бы подвести его к школе. За это им там, ну, очень серьезные преференции. Нет, можно. Скажите, а как у вас обстоят дела с вашим частным аэродромом? С нашим частным аэродромом обстоят дела, ну, сегодня, с моим, да, сегодня, он первый частный аэродром, который создан не на базе каких-то старых там бывших аэродромов, в чистом поле, то есть с нуля, это достаточно редкий случай, требующий... Сколько денег зарабатываете, скажите нам? Значит, есть хорошая американская пословица, по-русски она звучит так, как в авиации стать миллионером. Очень просто. Для этого нужно быть сначала миллиардером, понимаете? То есть это хобби. Мы тратим деньги, все, что зарабатываем, тратим на это. Я не зарабатывал никогда на этом ни одной копейки. Здесь меня все знают, если кто-то по телевизору услышит, что я там с кого-то там... Это исключено. Альберт, дельфинарии не бросайте, нет, не надо. Из миллионера можно стать миллионером. Цели и задачи совершенно другие. То есть если в Крыму этого ничего не будет, вот ничего не будет, то я так думаю, что рассматривать серьезно вопрос конкуренции с той же Турцией, со всеми остальными, с болгарами, это будет невозможно. Много ли у вас клиентов на частном аэродроме? Что такое клиенты, скажите? Ну, не знаю, те, кто запрашивают, наверное, там какую-то... Значит, организовано так. Что такое аэродром Табаско? Звонят мне из Санкт-Петербурга, там, из Москвы, говорят, можно мы к тебе прилетим? Они прилетают, становятся у меня, да? Ни копейки за это никто не платит. То есть у меня принципиальный подход к этому стоянка бесплатная. Правда, вы нам все равно чувство не скажете, ладно, давайте... Понимаете, я говорю, сейчас весь Крым слушает, и мне потом в лицо плюнуть, если я набрал. Это правда, да, извините. Спасибо большое. Прилетают люди, я просто хочу добавить. Я, конечно, пользуюсь этим, в каком смысле? Вот я полетел в Петербург, и с меня тоже не взяли деньги, потому что я с них не взял. И я летал... Работайте по бартеру, я поняла. Я летел всю Россию, чтобы был на Паикане, и с меня никто тоже не брал деньги. Скрытый бартер. Спасибо вам большое. У нас есть мнение крымчан, давайте их послушаем. Мы говорим с вами о малой авиации, но мы спросили у крымчан, не боятся ли они вообще летать на самолетах. Давайте посмотрим мнение обычных рядовых крымчан. Пожалуйста. Я думаю, что я бы смогла. Ну, да, боялась бы очень. Что ты скажешь? Со страхом бы, наверное, только. Если мне будет необходимо, то полечу. Летали и полетим. Потому что тот случай, это индивидуальный случай. Я думаю, что у нас такого не будет. Нет, не побоимся. Почему? Ну, почему? А при чем тут самолеток Египту? Что ж теперь не летать? Такие трагедии довольно часто случались. И раньше просто мы об их не знали. И, может быть, они не в таком масштабе были. А, в принципе, это слишком маленький процент таких трагедий против общего количества полетов, благополучно заканчивающихся. Не согласилась бы. Почему? Боюсь, страх у меня. Переживаю. Из-за этого не летаю. Хотя и надо в другой раз, но стараюсь с поездом. Я смелая, я бы полетела. Ну, а почему нет? Тогда вообще с дома нельзя выходить? Ну, мы всегда переживаем за свою жизнь. Конечно, согласились бы. То, что делает правительство, и Путин, все правильно, мы считаем. Конечно, переживали бы. Конечно, мне поезд был бы, допустим. Но поездом отсюда сейчас из Крыма лететь нереально. Ой, ездить нереально. Летала я еще маленькая, поэтому как бы тогда еще такого страха не было. Сейчас больше уже страха. На каком транспорте спокойнее и комфортнее? На своих двоих. Я летал всю свою жизнь. Я сам моряк по всем континентам и в Японии, и в Америку. Чего бы тому не миновать. Спасибо большое. Это было мнение крымчан. Одисей, вы взяли микрофон. Вы знаете, я хотел бы буквально ремарочку сделать. Вот Александр говорил и Вячеслав. Я хочу возразить. Они говорят, что это там, ну, поверхностно отнеслись. Дело в том, что все старания Александра и его коллег, которые имеют свои площадки там или что-то, да, они могут не увенчаться успехом, они много труда вкладывают, но надо же и развиваться. Вот они же сами и говорят, что там нету пилотов там старше такого-то года, да, и так далее. Чтобы создать обучение и так далее, все это инфраструктуры, создать там поставки, ну, все это завязать, надо обязательно инвестирование. Откуда это инвестирование брать? С государства. Это очень большие деньги, а у Крыма сейчас есть много первостепенных задач. Понимаете как? А вот если будет создаваться концепт, который объединит всю эту структуру, и инвестор туда вложит денег, можно будет создавать все, что необходимо для этого. Вместо обвинений я бы, знаете, предложил бы все-таки собраться и обсуждать вопросы, потому что здесь нету такой идеи у кого-то что-то забрать, как здесь некоторые вы сказали, не мешайте. Наоборот, надо организовать помощь всей этой структуре. Вот поверьте, будет эффекта больше. Предлагаю просто собираться, обсуждать вопросы и начинать действительно создавать эту структуру. Мы не говорим, что она не создана, она поддерживается, я уже про это говорил, они герои, ребята. Но надо обязательно все-таки прийти, один в поле не воин, я вот что хочу сказать. Александр. У вас же ассоциация есть. Вам какая еще нужна помощь? Вот если нужно, я как депутат Государственного Совета сейчас после этой передачи готов каждому свой номер телефона дать. Ассоциация какая у вас? Пожалуйста. Ну вот только что сказали, что есть ассоциация воздухоплавателей. Вы можете привлечь в эту ассоциацию финансы для того, чтобы сделать инфраструктуру? Миллиардера найти, который станет миллионером. Мы попробуем. Но я еще раз говорю, если вам необходим диалог, например, с властью, то диалог с Государственным Советом, с моим комитетом, который я на сегодняшний день возглавляю, с вашим профильным, который занимается вопросами транспорта, в моем вообще мнении это надо решать не только отдельно авиация, это надо решать и яхтенные марины, это надо решать и перевозки. И вы еще там друг другу поможете в этом плане. Создать морское такси, которое тоже необходимо. И было когда-то это в южных регионах Советского Союза. Я бы вам сказал, что во всех отраслях в Крыму создание мощной структуры общей, единой, назову дежурно так, региональная авиакомпания, она будет полезна и для туризма, и для привлечения инвестиций к нам, на полуостров. Я тут Алексея могу поддержать. Что вам надо? Вот он правильно спросил вопрос. Вы все говорите, давайте соберемся. Давайте соберемся. Вам кто нужен, чтобы вас собрал? Или кто-то, какой-то человек должен сказать, ребята, в такое-то время встречаемся? Что вам надо? Ну, кроме денег, вы уже поняли. Нам надо, не только нам, вот здесь я слышал, еще концепты есть, надо их поставить на прозрачное поле и выбрать из них самые лучшие. Да, нужны общественные слушания при Министерстве транспорта Республики Крым, при извлечении специалистов Росавиации, Министерства спорта, Министерства туризма, Министерства здравоохранения, потому что авиасобственное значение, это не только туризм, это профиль Министерства необходимости в МЧС, пожаротушения, здравоохранения, и так далее, и так далее, и так далее. И все площадки должны быть на учете стоять, правильно? Мы вернулись к вам, что нужно собрать рабочую группу заинтересованных заинтересованных и пользователей. Не только заинтересованных, а участников летной индустрии всех. Вы кому-то предлагали создать эту рабочую группу? Именно Минтран, к сожалению, что его нет, чтобы Минтран заправлять письмо. Сейчас одновременно не говорите. Мы направляем письмо на имя Сергея Валерьевича с инициативой о создании рабочей группы заинтересованных профильных комитетов в министерств. То есть в этом заинтересованы и Министерства курорта и туризма, в этом заинтересованы и Министерства спорта. Ну, в первую очередь, это, конечно, мы начнем с Министерства транспорта, Потому что в основном куратор это Министерство транспорта. И Министерство экономического развития. А Министерство курортов и туризма заинтересовано, Сергей? Конечно, заинтересовано. Во-первых, я. Мне нравится уверенность Александра. Вообще, уже мало времени осталось. Я хочу, конечно, поблагодарить за тему, которая сегодня была поднята. Потому что сегодня у нас есть малый воздушный флот. Но правильно Алексей Юрьевич сказал, у нас есть еще и малый водный флот. И, кстати, если будет еще одна передача, то было бы неплохо до начала активной стадии курортного сезона, летней, поговорить о тех проблемах, которые там есть. А вообще, я скажу, действительно, я это заметил, что когда мы проводили мероприятие вместе с ДОСАФТ, я заметил, что действительно нет согласия сегодня в Крыму среди организаций, которые призваны объединять всех вокруг этого направления. Я думаю, что от вас, ребята, самих зависит то, как будет развиваться малая авиация на территории Крыма. Если вы объединитесь, я не думаю, что в лице правительства Крыма вы встретите какие-то преграды. Действительно, вы специалисты. Сегодня эта проблема назрела, ее надо решать. Но я прошу вас, Мария, чтобы одну из передач вы посвятили и малому флоту, который на воде у нас. Потому что там тоже достаточно проблем. Обязательно. Мы прерываемся на несколько минут. Дальше речь пойдет о курортах и возможности Крыма круглый год. Попытаемся разобраться, сможет ли наш полуостров конкурировать с зарубежными курортами. Или нет, не переключайтесь. Я напоминаю, мы в прямом эфире. Вы смотрите ток-шоу «Все как есть». Сейчас мы обсудим курортные возможности Крыма и межсезонные с отельерами и туроператорами. Сергей, после решения Владимира Путина о остановке полетов в Египет, глава Крыма Сергей Аксенов распорядился в Крыму разработать специальные предложения для соотечественников, кто не может полететь в Египет. Что Крым может предложить? Ну, действительно, мы объединились вместе с бизнесом, объединились и с отельерами, объединились с туристическими компаниями. И сегодня готовы предложить проект «Крым круглый год», который стартовал, кстати, сегодня и продлится до 20-го числа. Если опыт будет удачный, то, значит, мы продлим данный проект. Что он предусматривает? Сегодня в этом проекте участвуют более 30 отелей и санаториев. И все, кто с 12 по 20 декабря купят путевки в Крым, на 7 дней, то получат 1 день бесплатно. Если купят на 14 дней, то получат 2 дня бесплатно. Ну и самое интересное, это то, что наши туроператоры не остались в стороне. И сегодня комиссия составляет от 3 до 5%. Поэтому мы сегодня делаем все для того, что те люди, которые уже приняли решение провести свой отпуск в течение декабря, января месяца, они могут воспользоваться тем, что приехать в Крым и отдохнуть здесь. А эти люди об этом знают? Да, эти люди, мы все делаем для того, чтобы эти люди знали. Я в течение этой недели дал интервью 8 радиоканалам и 3 телевизионным каналам. Мы распространяем эту информацию через нашу сеть. Вся эта информация вывешена на нашем официальном портале. Поэтому сегодня об этом знают и туроператоры на Материковой России. И нам, кстати, в этом помогает очень неплохо федеральные СМИ. Поэтому все делается для того, чтобы максимально достучаться до туристов и рассказать им о тех льготах и тех преимуществах, которые есть сегодня в Крыму. Альберт, верите ли вы в такие радужные перспективы? Значит, идея понятна. Она как бы не новая, она давно использовалась на самом деле всеми отелями. Здесь вопрос другой. Сколько для туриста будет стоить 7 дней? И плюс один, который ему дарят. Если эти 7 дней будет дороже стоить, чем 14 дней от других предложений других регионов, то ему, в принципе, этот один бесплатный день абсолютно не нужен. Самая главная ситуация как раз в Крыму, как в принципе и в летний сезон и в межсезонье, это стоимость самого туристического пакета для того, чтобы сюда попасть. Которая, на самом деле, на мой взгляд, существующая ценовая политика в принципе здесь в Крыму среди отелей на сегодняшний день, она завышена. И это известно абсолютно всем. И я считаю, что все отельеры в предложениях как раз таки этот один бесплатный день могли бы не давать, а снизить наоборот стоимость самого пребывания здесь, стоимость самого отеля, самого проживания там и так далее. Соответственно, есть субсидии на перелеты и так далее, которые государство оказывает помощь и так далее. И тогда было бы больше привлеченных сюда туристов, нежели просто плюс один день. Это мое мнение. Я бы не хотел с вами сегодня вступать в дискуссию. Мы конкурентоспособная цена. Я не хочу вступать, потому что сегодня человек представляет интересы Египта. А мы все здесь, которые находимся, представляем интересы Крыма. Поэтому я думаю, это не будет интересно нашим слушателям. Он член экспертно-консультативного совета при главе республики. Но он не скрывает то, что его бизнес находится в Египте. И безусловно, это правильно. Он заинтересован в том, чтобы сегодня в Крыму приехало меньше, а в Египте больше. Нет, кстати, я абсолютно не влияю на ситуацию в Египте. Абсолютно не влияю. У них самостоятельная там... Она развивается самостоятельно. И, в принципе, до последних событий развивалась достаточно неплохо. Несмотря на сложности с революцией, которые у них были, они очень быстро реанимировались. Очень быстро обратно вернули весь торпоток, который у них был до этого. Я как раз радеюсь за ситуацию в Крыму, потому что основной бизнес у меня находится здесь, которым я руковожу. И я как раз очень... А вы входите в нашу акцию? Ваш бизнес входит в акцию? Вы поддержали акцию? Мы, кстати, касательно поддержки акции. Мы про эту акцию, в принципе, не знали, но у меня нет отеля. Есть дельфинарий, которым я руковожу. То есть вы не следите за событиями, которые в Крыму. Да, но наш дельфинарий существует 10 лет. И этот год это первый, когда мы решили работать круглогодично. То есть мы сегодня все услуги дельфинария предлагаем круглогодично. Вы не съезжайте, вы скидки будете делать? Мы снизили цены, и для крымчан у нас всегда существовала скидка. Мы об этом не знаем. Надо, чтобы вы участвовали в нашей программе. Тогда мы будем об этом знать и тоже вас рекламировать. Приглашайте, мы с удовольствием участвуем в другой программе. Как коллектив, который работает в проекте Крым круглых годов. Давайте послушаем тех, кто участвует в вашей программе. Пусть они расскажут, пожалуйста. Здравствуйте. Людмила Бабий, директор компании «Генуэ Турчин» Общественного совета премьерсия курортов и туризма Крыма. Уважаемый господин Альберт, к вопросу о стоимости крымского турпродукта сегодня. Во-первых, говорить о том, что в Египте все хорошо при полной приостановке полетов, давайте уже не будем. Египет никогда не находился в зоне безопасности. Никогда там не были обеспечены комфортные условия для наших туристов. После арабской весны нам рекомендовали туристические зоны в Египте не посещать. И давно уже никто не путешествует из Хургады в Каир, чтобы посмотреть на прекрасные пирамиды. Египет давно был небезопасной зоной. И слава богу, что есть воля нашего правительства, чтобы все-таки это прекратить. Потому что моду на направление сделали туроператоры. И точно так же туроператоры продолжали бы эксплуатировать это направление. Сегодня Министерство курортов и туризма Крыма и туристская общественность Крыма делает моду на крымское направление в межсезонье. Мы видим, что творится в соцсетях по поводу «подогрейте море, привезете кораллы». Море подогревать мы не будем, кораллы привозить не будем. Мы будем говорить о том, что в Крыму модно станет путешествовать в межсезонье. Модно ездить на воды в Карловые вары. Температура в Карловых варах зимой от минус одного до плюс одного. Далеко нет моря. Но тем не менее, как курорт, он забит круглый год. Вот Крым сегодня впервые при очень мощной действительно поддержке федеральной, при поддержке журналистов, выходит с инициативой, что путешествовать в Крым в межсезонье – это модно. Средняя стоимость сегодня отличного отеля. Здесь сидят прекрасные отельеры. От 4 до 5 тысяч рублей за номер. Недельный пакет приходит в пределах 35 тысяч рублей. Кстати, этот же бесплатный день вам могут зачесть в виде 10% скидки, если вы обратитесь. То есть в пределах 30 тысяч рублей вы покупаете номер, порядка 8 тысяч – перелет туда-обратно из Москвы. Суммируем 15 тысяч рублей – 50 тысяч рублей. Последний ценник на Египет на 8 дней, на даты, которые не вылетели, 5-6 ноября, был порядка 70-80 тысяч рублей. При том, что путешествовать сегодня, например, из Сибири в Египет для здоровья уже не полезно. Но из минус 20 прилететь в плюс 20, попасть в Суховей, который сегодня практически постоянный, и привезти детей в море, которое с кораллами, но оно же с морскими ежами. Но это надо им объяснить. А я так полагаю, что люди год работают для того, чтобы поехать в теплую страну на эту неделю, на эти 7 дней. Моду на Египет. Вы как раз за Крым, а не за Египет. Нам сказали, против кого дружить, но против вас и дружим. Не-не, я как раз за Крым. Кстати, вот касательно Египта, он зимой тоже не существует. Я вам хочу сказать, там достаточно холодно, и я там очень часто думал, купаться в море там точно невозможно. А давайте не будем вообще Египет трогать, потому что Крым имеет свое лицо, и мы не собираемся на сегодняшний день пытаться сделать рекламу Египту. У нас свое лицо, своя программа, и мы движемся в том направлении, которое, на наш взгляд, принесет серьезные дивиденды для Крыма. Пожалуйста, Вячеслав. Вы знаете, несмотря на то, что я поддерживаю Людмилу, на самом деле Альберт действительно прав. Прав в чем? Даже может быть, если мы говорим о том, что цены наши действительно уже не так велики, как они были, у среднестатистического россиянина и крымчанина в том числе сформировано мнение, что эти цены все равно завышены, и они высокие. И для того, чтобы мы заменили это в сознании россиянина, нам нужно проводить большую работу. Я вот хотел вот о чем сказать. Святое место пусто не бывает. В Египте на сегодняшний день находится порядка 80 тысяч российских туристов. Ну, уже меньше, да, но было, вот единовременно находилось 80 тысяч человек. Если бы мы их даже географически смогли переместить в эту секунду в Крым, нам бы просто не было бы где их разместить в таком уровне жилья и такого уровня сервиса, который они располагаются. Ну, да бог с ним. Ладно, мы создадим эти отели. Но, смотрите, как только стало известно, что в Египте и теперь уже в Турции, да, не будут принимать наши самолеты, да, не будет Израиль. И Доминиканская республика, будучи серьезными туристическими игроками в мире, начали объявлять о том, что они увеличивают свои бюджеты по рекламе своих стран у нас в России. Израиль выделяет 2 миллиона евро и сообщает о том, что 35-40% будет возмещение тем туркомпаниям, которые будут рекламировать израильский туристический продукт здесь. Соответственно, готовы ли мы выстать в такой информационной войне? И здесь возникают вопросы, потому что, допустим, важно иметь туристический портал республики Крым. Сейчас пошел очень грамотный турист, он уже не едет по совету бабушки. Я в 82-м году отдыхала в Крыму, там прекрасное море. Он залазит в интернет и изучает тот туристический регион, куда собирается. Какие там есть отели, достопримечательности, цены, транспорт. И пытается себе выстроить весь отдых, уже расписать его по дням. Для этого очень важно иметь туристический портал, на котором будет все. Человек залез, в Турции такой есть, и он описывает всю Турцию полностью. Неужели мы не можем создать такой же информационный... Создаем. Создаем. И надо... Сергей Валентинович, я знаю, вы работаете над этим, но, вы видите, наши конкуренты не спят. Израиль уже выкидывает деньги. Израиль сегодня дал 45 евро за каждого русского туриста, туроператора в виде отката. Видите, все-таки Альберт со мной. Поэтому, мы понимаем, я бы еще хотел добавить, что, вот смотрите, нам создали промо-ролик, ну как промо-ролик, так, первый канал создал минутную там нарезочку, которая потом имела огромное количество фото-жапов. Нам просто необходимо создать хотя бы промо-ролик для Крыма, чтобы запускать его... Кстати, неплохой был и промо-ролик. Неплохой был, и в Крымском. Но это даже не государственный промо-ролик, это его нам как бы подарил первый канал. Вот вам подарок крымчане. Ну, не совсем, не так было немножко. Я потом вам отдельно расскажу на общественном совете при Министерстве курортов и туризма. Может, я два слова скажу? Во-первых, я не понимаю, для чего сейчас эта вся дискуссия, собственно говоря, мы действительно обсуждаем... Ну, конечно, мы же не самолеты обсуждаем. Нет, это не самолеты. Вы, конечно, не понимаете. Я, знаете, на самом деле, не являюсь в области авиации специалистом, но моя область это консалтинг-девеллент в области гостинично-ресторанного бизнеса. 12 лет я ему это отдал. И я могу об этом говорить по поводу туризма. Я хочу сказать, что нужно говорить о Крыме, а не о Турции, а не о Египте. И не принимать проблемы Египта или Турции или кого-то другого. Спасибо. Но подозрительно молчит председатель комитета по санаторно-курортному комплексу. Я не молчу. Вот министр курортов, понимаешь ли, говорит, что он делает и практически отдувается тут за всех. А вы молчите. Ну, на то он и министр, чтобы отдуваться. А вы что сделали, как председатель комитета? Ну, я в первую очередь хочу поддержать тех людей, которые действительно за российского туриста во все годы, во все времена, именно за российского, как одного из самых больших поставщиков на туристическую локацию людей, такого количества туристов, всегда была, есть и будет битва, драка, будут предлагать скидки, будут, естественно, рекламировать и все остальное. Я здесь абсолютно согласен с тем мнением, что нам надо заниматься своим делом, своим любимым Крымом. У нас огромнейший потенциал. Да, на сегодняшний день работает там 262 объекта крупных. Но мы не забывайте, что у нас под тысячу этих вообще объектов. И турбизнес реагирует очень быстро, если пойдет соответствующий накат туристов. Я не говорю про сегмент малых отелей, которые еще быстрее смогут развернуться, чем более крупные. У нас сравнивать нас с Египтом вообще бесполезно. Ну да, мы не привезем сюда кораллы и не нужны нам кораллы. У нас есть замечательная лечебная база. У нас замечательных 14 тысяч объектов природных, культурных, исторических, современных, тех же аквапарков, которые уже работают круглогодично. Это правда. И многие на материковой России этого не знают. Вот этим и надо заниматься. Но тем не менее, если возвращаться к авиации, у нас нормальные авиакомпании не летают в Крым пока что. Я предполагаю, что некоторые просто боятся пользоваться, наверное, этими самолетами. Летают? Давайте. Да, пожалуйста. Меня зовут Галина Савчук. Я представляю компанию Алиан. Это национальный туроператор, который уже 22 год работает на рынке и занимается исключительно внутренним туризмом. Крым является приоритетным направлением по поводу того, знают ли в России о Крыме. Они знают. Но это благодаря, допустим, вебинарам, поездкам в люди. Мы часто проводим какие-то акции. Вот сейчас мы объединились с министерством, с нашими отелями и пытаемся синхронизировать ту акцию, которая проводится. Ближайшая вот стартовала акция. То, о чем министр говорит. Да, конечно, да. Спасибо за совместную деятельность. Это действительно правильно. А толк есть от этой акции? Есть. Или вы так просто собрались и сделали? Есть акции, есть толк. Ну вот буквально, понимаете, это же не выстреливает буквально в одну минуту. Это долгая работа. Мы занимаемся продвижением на рынке туристическом Крыма как круглогодичного курорта уже многие-многие годы. Мы не останавливаем продажи. Идет продажа санитурно-курортного лечения. Обязательно познавательные туры. Вот представитель Борис Валерьевич Кандагар, он тоже предлагает круглогодичный отдых благодаря экскурсионным маршрутам. Это пользуется спросом. То есть акция – это поддержка той работы, которая благодаря министерству, благодаря операторам и отелям мы делаем уже не один год. На Новый год будет много у нас туристов? Много предложений. Много. Куда едут в основном? Куда люди едут в основном? Есть продажи. В основном Ялта, Южный берег Крыма – это традиционное направление, традиционный спрос людей, конечно, ориентирован туда. Это нам есть еще куда стремиться. У нас есть огромнейший запас, потенциал. И я больше чем уверен, что все мои коллеги поддерживают, что наша главная задача сейчас не бросаться из угла в угол, а идти по шагу так, как и запланировалось. У нас стоит задача круглогодичность. У нас стоит задача вернуть лечебную часть на тот уровень, который был хотя бы при Советском Союзе. Мы все говорим, что в Советском Союзе 8-10 миллионов приезжало. Почему приезжало и почему всем хватало? И пляжей, и номеров. Потому что была четко запланированная работа, которая велась по всем тогда уже странам СНГ. Можно ремарку одну? Да, конечно. Буквально одну ремарку. Действительно, вот меня поразило, знаете, что вот в течение недели действительно очень много было телеканалов, которые брали интервью, газеты. И я столкнулся с тем, что когда раздаются звонки, то люди, которые на том конце провода, для себя вообще открывают, что Крым еще работает. Вообще-то на материковой России какое-то неправильное понимание работы Крыма. У них получается так, что в сентябре вообще Крым уже не работает. Поэтому сегодня для нас необходимо открыть вот тот Крым, который сегодня неизвестен, и открыть те объекты, которые есть в Крыму, и них так много. Но это объекты, которые конкурентно способны не только на российском рынке, но и на международном. И сегодня в этом зале присутствуют люди, которые своими инновациями, подходами, ну, сегодня дадут фору любому курорту в мире. Они руки не поднимают, я не знаю, пожалуйста, вы хотите сказать, не стесняйтесь, говорите. Добрый вечер, Зелинский Борис, главарь регионального отделения Российского Союза Турн-Устрии в Крыму и Севастополе. Я бы хотел несколько акцентов расставить. Во-первых, чем интересен Крым в межсезонье? Это прежде всего санаторно-курортное лечение. Это не только регион Большой Ялты и Большой Лушты, это также регион Саки и Евпатория. Второй момент – это прием экскурсионно-туристических групп, потому что все наши основные достопримечательности доступны в межсезонье. И климатические условия предполагают комфортное посещение в это время данных достопримечательностей. Здесь очень важный такой момент, что мы можем как бы в Министерстве курортов туризма, туроператоры, туристическое сообщество, ательеры стараться делать все возможное, чтобы этот турист приехал. Но очень важная, сложная работа. Я бы сказал так, в основном же наши курорты расположены в небольших курортных поселках. И работа с местными администрациями, потому что такое создается впечатление, что у них именно тоже сезон закончился. В сентябре они закрываются. Да, закрылись. И когда так проезжаешь, смотришь, там где-то фонари не горят, тут как бы там с мусором, тут еще что-то закрыто. А за забором санаторий или пансионат, или гостиница переступил забор, а там совсем другая жизнь. Вот хорошо бы, чтобы вместо администрации работали, вдохнули в жизнь, так можно сказать, в этот регион, чтобы у человека не было ощущения, что за территорией отеля все как бы умерло. И инфраструктура есть, ее бы наладить, да. И второй момент, ну как бы мы, конечно, хотим принимать там и 6, и 8, и 10 миллионов туристов, но это будет не скоро, и надо делать какой-то там шаг за шагом двигаться в этом направлении. Потому что если очень громко крикнуть, приедьте, вдруг так неожиданно нам повезет, и приедут много, да, то мы потом можем обратно, если мы не будем готовы принять такое количество людей качественно, мы получим обратный эффект. Поэтому тут нужно очень сдержанно. Спасибо. Сергей, вы сказали, что можно громко крикнуть, вы сказали, что помогают федеральщики. А вообще какой бюджет на рекламу, на саморекламу Крыма, скажем так? Очень маленький. Сегодня на 2015 год у нас заложены на все мероприятия 19 миллионов. То есть этого бюджета не хватит даже для того, чтобы сделать серьезную кампанию на телевидении. Но мы понимаем трудности, которые сегодня испытывает Крым, и поэтому подключаем бизнес и вот о том, о чем Галина говорила. Мы сегодня в тесном сотрудничестве, вот недавно проводили открытый Крым. Конечно, если бы не бизнес, я не думаю, чтобы он получился такой, какой он получился. Поэтому сегодня бизнес идет на наши все просьбы, и мы откликаемся на бизнес. Поэтому вот выходим из этой ситуации таким образом. А на 2016 год заложена какая-то большая сумма или нет? Не получается? Вы знаете, мы в 2016 году планируем государственно-частное партнерство и максимально привлекать бизнес. И я думаю, что у нас все получится. Ну я еще хочу добавить, что у нас с 2016 года будет работать офис Ростуризма в Крыму. Сейчас уже помещение подбирается, и это тоже будет большое подспорье как раз-таки от федеральных властей, при котором будет непосредственно вестись работа на федеральном уровне со всеми другими регионами Российской Федерации. И это позволит нам шагнуть очень так сильно и мощно. Спасибо, Вячеслав. Я бы хотел сказать вот что. Алексей Юрьевич и Сергей Валентинович неправильно говорят. 23 года в Украине, в Крыму не было никакой концепции. Последняя концепция нас как урота, это советская концепция, что Крым это здравница. 23 года мы шли без концепции. То есть, ну вот как-то так, и вот так, и вот так, и вот так, а какого-то конкретного пути у нас не было. Сегодня нам федеральные власти помогают. Они дали нам возможность реализовывать 6 кластеров в Крыму. Я считаю, что эти кластеры 6, они должны лечь в основу этой концепции круглогодичного курорта. Потому что если мы посмотрим, то так и получается. Чекрак это грязь, которой можно лечиться круглый год. Бахчисарай это горнолыжный курорт, который работает зимой. Ну и все остальное это летние виды спорта. Поэтому если мы наконец-то все это сведем в единую вот такую большую концепцию, выработаем ее как бы методически, я думаю, что все получится. И тогда действительно мы не будем конкурентами ни Египту, ни Израилю, ни Турцию. Мы будем Крым, отдельный совершенно субъект курортной индустрии в мире. Я хочу со всей ответственностью заявить. Крым был, есть и будет круглогодичным курортом. Сегодня, несмотря на то, что 60% всех туристов приезжают у нас за 3 летних месяца, но 40% приезжают как раз вот в этот период, который мы называем таким плохим словом межсезонья. Поэтому не будем говорить о круглогодичности Крыма, он есть, был и будет. Нам просто надо повысить планочку, количество туристов, которые приедут. И для этого у нас есть все возможные. Даже судя по Ялте, очень много людей с материка, которые приобрели жилье и сейчас находятся, собственно говоря, в Ялте, и им очень нравится и комфортно. Поэтому мы, конечно, хотим, чтобы таких людей было больше. Пожалуйста. Добрый вечер. Меня зовут Ирина Соломатина. Я являюсь управляющей центром красоты и здоровья Ассоль, приотели Аллы Пруса, 4 звезды, город Феодосия. Я попрошу, чтобы вы не забывали, что кроме Ялты и в Патуре есть еще Феодосия. Я тот человек, который 20 лет прожила в Европе. Два с половиной года я живу в России. И два месяца я нахожусь в Крыму. И приехала я в Крым прежде всего как турист. То есть так получилось. И после этого безумно все понравилось. И вот я осталась работать. Я врач-драматолог. И я могу сказать, что выбирает русский турист, приезжая в Европу. Он выбирает первое – это хорошее место. Второе – он выбирает хороший уровень спа-специалистов. Дальше он выбирает экскурсионные туры. И, наверное, сервис. И вот я могу сказать, что я не буду говорить за всех, но хочу сказать про отель «Алые паруса». Потому что на букинге мы 9,5 по рейтингу. Давайте сейчас без рекламы. Я извиняюсь. Мы поговорим, потому что если сейчас каждый начнет рекламировать. Хорошо. Девушке надо 20 лет работать в Европе. Я могу сказать, что будучи просто туристом, я не ожидала, что Крым – это так красиво. И, конечно, я согласна с Борисом, что когда ты гуляешь по городу, это одна ситуация, когда ты выходишь за красивый отель. Но когда ты ездишь в экскурсии, ты понимаешь, что ты одновременно находишься в районе Белой Скалы. Это как будто ты в Америке. А потом ты проходишь по набережной Ялты. Это как будто или Монако, или Каны. А потом ты приезжаешь. И у нас это то же самое, как Средиземноморье, как города Греции. Которые, кстати, как города, там совершенно разный уровень. И вот когда нам говорят о том, что Крым – это очень низкий уровень сервиса, и очень много еще времени нужно ждать, поэтому не надо кричать информационно, что вдруг поедут много туристов, пусть они приезжают к нам, потому что у нас для этого абсолютно все есть. Серьезно. Да, у нас очень хороший уровень сервиса. Спасибо большое. Опять минутка рекламы. Спасибо большое. Вообще приятно от вас слышать, что у вас такие отзывы о Крыме. Нам это приятно, правда. Да, пожалуйста. Меня зовут Михаил Быченков. Я генеральный директор парка отеля Порто Мара. Находится в Алушке отель. И хочу сказать, что… У вас тоже неплохой сервис, да? Очень хороший. Они все круглогодичные. Да, да. Без рекламы. Просто хочу сказать, что очень часто приезжают к нам гости и действительно поражаются тому, что есть в Крыму. То есть вот сейчас за это лето мы убедились в том, что люди не ожидают в Крыму увидеть действительно такой достойный сервис. Более того, в Крыму создаются продукты, аналога которого нет вообще там и на постсоветском пространстве, и за границей. То есть, грубо говоря, вот у нас ниша семейного отдыха с детьми. И мы не называем межсезонье, мы назвали это здоровым сезоном, сделали свою программу лечения и сделали очень грамотную философию, когда можно приехать в здоровый сезон вместе с детьми. Помимо того, что мы сделали эффективные медицинские программы, да, у нас есть хорошая инфраструктура, есть там и зоопарк. Мы открыли еще детский сад. То есть приезжают люди, отдали ребенка утром в детский сад, пошли по программе оздоровления, поехали в спа. Мы там сделали такую услугу сонного моря, где человека напоили чаем, дали ему спальный мешок. Он спит, его охранник охраняет. Заманчивал. Забрал ребенка вечером из садика, да, и анимационный проект. Какая сейчас наполняемость у вас в процентном соотношении? Сейчас наполняемость у нас порядка 40%. С 17-го числа мы запускаем уникальную лечебную программу, которая имеет вау-эффект, аналога, которая нету на постсоветском пространстве. Так, это понятно. Сейчас 40%. А в Феодосии сколько процентов? Ну, порядка 15%. 19%. А на Новый год какую загруженность ожидаете? Я сейчас хочу сказать, что через неделю у нас будет заполняемость порядка 70-80%. И за счет того, что многие отели сейчас стараются придумывать что-то новое и необычное. То есть мы имеем свое лицо, то, о чем говорил Сергей Валентинович. И я думаю, что мы имеем все шансы на то, чтобы люди ехали к нам в Крыму. На Новый год какая загруженность у вас предполагается? Сейчас, ну у нас всегда на Новый год 100%. 100% всегда. У Феодосии тоже. Кто-то еще? С учетом того, что я разрешите, два слова скажу. Еще у Михаила неделю назад тоже 100% была загрузка. Корпоративчик был, что ли? Откуда вы знаете-то? Они занимаются абсолютно деловым туризмом. Супруга в курсе. Супруга обязательно в курсе. Поэтому я хочу добавить к тому, что и Феодосия, и Евпатория, и Ялта сейчас показывают очень замечательные результаты по посещению музеев. Такого количества последние годы не было. Вот если тут есть кто-то из представителей, кто может дать эти цифры, я вот точно 4 дня назад, предупредив супругу и вместе с ней, с ребенком, поехав в Ливадийский дворец, я таких очередей в кассу давно не видел. Причем скорость обслуживания очень большая. Просто на глазах люди заходят, но при этом подъезжают и подъезжают автобусы, поставить машину очень тяжело, и показатель растет в разы. Спасибо большое. Дим, у тебя есть какая-то ремарка или вопрос? Да, есть у нас два комментария по этому поводу, даже три. Люди спрашивают, несмотря на то, что сейчас большинство наших гостей пришло к выводу, что у нас все хорошо, у нас все красиво, у нас все есть, все-таки спрашивают о том, есть проблемы с уровнем сервиса и с уровнем цен по отношению к этому сервису. Сравнивают с тем же самым Египтом, Турцией и другими проблемными ныне регионами не в пользу Крыма. И вот спрашивают, какие, может быть, органы власти контролируют уровень сервиса, куда, например, обиженный и разочарованный турист может обратиться, чтобы на будущее ликвидировать такие проблемы? Пожалуйста. Туристы обращаются в Министерство курортов и туризма, и обращаются к администраю в Государственный совет, и на каждое письмо мы очень жестко реагируем, если нарушены права туриста, и для этого у нас есть и поддержка со стороны федеральных органов, поэтому... Мне кажется, это зависит от собственника, если ребята, присутствующие здесь, заинтересованы, чтобы к ним поехали, они будут точно так же следить за своим персоналом. Правда? Я бы, знаете, добавил бы о сервисе и об уровне, вот молодой человек сейчас озвучивал, что они там прибегают чуть ли не к инновациям, чтобы улучшить сервис, а вы говорите, не надо рекламировать. Я бы, наоборот, хотел использовать площадку. Вот мы, Крымская инновационная технология, вы слышали кто-нибудь, что производятся электромобили в Крыму, которые делают сервис в пансионатах, в домах отдыха. Я хотел бы, чтобы отельеры это услышали и передать микрофон, да. Да, можно? Мы потом вам выставим всем такой хороший счет. Добрый день, меня зовут Димурия Михаил, я директор производственного предприятия «Крымэлектродвиж», член общественного совета при Министерстве промышленной политики Крыма и сопредседатель крымских инновационных технологий. Так вот, есть проблема. Да, наша компания первая в Крыму начала производить электромобили. Не только электромобили, еще и электрокатера. Так вот, есть проблема в эксплуатации электромобилей в Крыму. То есть по закрытым территориям они имеют право ездить, вот электроавтобусы, которые подвозят курортников к морю, да. А по дорогам общего пользования они права такого не имеют. Я бы хотел, пользуясь случаем, как бы попросить, может быть, нашу законодательную власть, Алексея Юрьевича, задействовать, сделать рабочую группу и привлечь тех предпринимателей, которые эксплуатируют этот транспорт электрический, экологический, да, и сделать рабочую группу для того, чтобы решить этот вопрос. Может быть, Крым сделать пилотным регионом для этого. Я хочу, чтобы вы сказали, поскольку мы сейчас говорим о Крыме, мы любим наш край, но я знаю, что вы не полетели в Египет, потому что вы купили путевку в Египет. Да, мы совершенно верно купили путевочку. Вы по этому поводу очень негодуете или вы собираетесь провести отпуск в Крыму? Ну, давайте с самого начала. Мы приобрели путевочку месяц назад для того, чтобы отпраздновать день рождения дочери в Шарм-эль-Шейхе. С последними событиями было, Государственная Дума, принято решение отменить полеты. Туроператорам было предложено, чтобы мы по нашим билетам летели в Турцию, там, где на сегодняшний день, ну, межсезонье, вот, это неактуально отдыхать, купаться в море, погода там практически такая, как и здесь. Вот, но мы вышли из этой ситуации, мы перебронировали наши туры на Дубай, вот, и, ну, практически в эти же даты мы летим в Дубай. Не поддерживать отечественного производителя, понятно? Нет, мы поддерживаем отечественного производителя, мы только за то, чтобы развивался туризм, выходил на международный уровень, не только российских жителей, да, Российской Федерации привлекал к нашему, а еще на международный уровень выходил. Спасибо. А давайте сейчас посмотрим мнение крымчан. Я вижу, что наши гости хотят ответить на вопрос телезрителя, но вы любите проводить свой отпуск в Египте и в Дубаях, а где любят проводить отпуск крымчане? Давайте послушаем их мнение и вернемся в студию. В санаторий поеду в Саки. Свой любимый Крым. На Байкал. Мне уже интересно познавать Россию. У себя в Крыму, конечно. А почему именно в Крыму? Ну, потому что это мой родной край, моя страна Россия. Крым. Нет, нам здесь спокойнее. Никуда не хотим. Буду здесь отпуск проводить на месте. В Ялту хотела бы поехать, давно не была в Ялте. В Грецию хочу. Вы не поверите, я сейчас в отпуске. Я вчера приехала из Краснодара. Я приехала к мощам Луки Крымского. На Гаити, наверное. А, на Таити, вот. На Гаити уже был. Монако. Там очень красиво, там французский язык и там очень развит туризм. В Россию. Только по России. А в Карелию, да, тоже в России. В Израиль. В Израиль. В Италию. Почему? Нравится страна очень. А вы? Я бы хотела в Норвегию. Меня привлекают там горы красивые. Наверное, на Байкале. Или в Калининградской области. Я никогда там не была. Вообще, хочу посмотреть Сибирь. Хочу увидеть Россию. Спасибо большое. Это было мнение крымчан. Ну что, в основном люди любят уезжать из Крыма. Почему, Сергей, как вы думаете? Нет, вы не слышали первых комментариев. Вообще-то все говорили о том, что они в Крыму. Мы готовили то, что не слышали. И при этом они в течение года, на субботу, воскресенье просто ездили. Мы сегодня способствуем тому, чтобы крымчане тоже узнавали и другие страны, и ездили по всей России. Дело в том, что у нас есть уже соглашение порядка с 30 комитетами и отделами туризма в различных регионах России. И мы уже начали обмен фильмами, рекламными фильмами, взаимообмен. И я думаю, что это даст возможность и крымчанам узнать, как хорошо на территории всей Российской Федерации. Ну и, безусловно, те люди, которые посмотрят в субъектах, приедут к нам в гости отдыхать. Давайте еще посмотрим еще одно видео по поводу инициативы, которую мы сейчас обсуждаем. Создать спецпредложение для наших соотечественников прокомментировал генеральный директор радиостанции «Говорит Москва» Владимир Мамонтов. Мы уже сегодня его слушали. Давайте посмотрим его мнение на эту тему. Пожалуйста. Абсолютно правильно, хочу сказать сразу, поступил руководитель Крыма. Ну, например, те, у кого море все равно красное, ну, например, израильтяне тоже ведь быстренько сделали заявление, что они готовы принять туристов. Здесь же в чем фишка? Встретить Новый год? У них тепло, у нас холодно. Вот примерно такая история. И не очень дорого, поэтому туда и наши с удовольствием ездили. Конечно, они расстроены, что они туда не поедут. Но, что касается Крыма, то, вы знаете, вот меня в два раза уговаривать не надо. В Египте я за всю свою, ну, уже довольно длинную жизнь был там, я не знаю, один-два раза. А вот в Крыму сердце мое принадлежит, конечно, если вы выбираете из многих, мест отдыха, мест культуры, мест силы, безусловно Крыму. И я думаю, что таких людей, во-первых, а много. Во-вторых, вот этот стереотип встречи Нового года и Рождества, значит, обязательно полоскаясь в каком-то теплом море вместе с полоцатыми рыбами. Вы знаете, а может быть его встретить в Херсонесе? А может быть полюбоваться прекрасным Крымом в каждые из его природных сезонов? Полюбоваться и зимой? Я считаю, что историческая, грандиозная, атмосферная, природная и другая привлекательность Крыма, она в людях, чувствующих, рано или поздно вышибет эту пустыню, прости господи, значит, вместе с берегом моря, да, вот эти. Ну, конечно, это здорово, ну, что говорить. Ну, пусть и это будет, и это будет. В конце концов, ну, наверное, Египет вернется, слава богу, когда победим мы там, значит, всех врагов. Вот. Но Крым, я за Крым. Спасибо большое. Это был Владимир Мамонтов. Спасибо ему за его мнение. Было интересно. Пожалуйста, вы хотели высказаться. Вечер. Я Раевская Юлия. Я представляю отель курортного типа Арианда, город Ялта. Хотела бы сказать, что наш отель поддерживает акцию «7 дней плюс 1». Уже чувствуется интерес повышенный наших гостей к этой акции. В общем-то, в межсезонье мы можем предложить очень довольно-таки обширную развлекательную инфраструктуру. У нас имеются кинотеатры, ночные бары, ресторан, боулинг-центр, спа-центр, опять-таки, с банными культурами мира. У нас имеется бассейн с морской водой, который работает круглогодично. Как у вас с сервисом? Вот задавал вопрос наш телезритель, на который хотят ответить наши гости. Сервис на уровне 5 звезд. Спасибо. Пожалуйста, вы хотели прокомментировать, мы немного отошли. Да, значит… Возвращаясь назад. Да, возвращаясь все-таки к вопросам телезрителя и все-таки к мнению. Дело в том, что я этот процесс вижу на самом деле не просто как-то снаружи. Я на самом деле живу последние 10 лет в Ялте и в том числе огромное моё количество гостей останавливается и в Арианде в том числе. Вот. Я могу сказать, забегая вперед, что вот Порт-Амара, кстати, цена-качество, вот один из самых удачных отелей. Вот. Это, кстати, в виде там поддержки. Поэтому он здесь и присутствует. Да, молодец. Вот. И касательно того, куда обращаться туристам, которым что-то не нравится, конечно же, в Комитет по защите прав потребителей, который, наверное, должен помогать в решении этих вопросов. Но вот живя в Ялте, да, и как бы занимаясь, в принципе, туристической сферой деятельности, да, я ещё являюсь депутатом Ялтинского городского совета и так далее. И вот я вам хочу сказать, что всё-таки ценовая политика Крыма на сегодня, она, ну, скажем так, не настолько доступен Крым, как хотелось бы. И я уверен, что огромное количество людей хотелось бы, наверное, посетить Крым. Но Крым разноплановый. Я согласен, что есть там Ялта, которая безумно дорогая, есть там Северо-Западный Крым, ещё какой-то, который может быть где-то доступнее. Но нам, в принципе, крымчанам нужно начать с себя. Каждому с себя. Нам нужно научиться быть гостеприимными. Здесь как-то мы очень недавно ещё со всем обсуждали этот вопрос. Нам нужно сформировать ценовую политику, которая будет конкурентной, которая позволит большему количеству людей, нежели сегодня, посетить Крым, да, нам надо стать более доступными. Вот. И, соответственно, вот этот вот межсезонье, которое все так любят называть, которое на самом деле настолько насыщенным можно сделать для каждого туриста здесь, его развивать. Потому что, правильно говорят коллеги, оно не было развито ранее. Поэтому я только с позиции того, что Крым самый лучший, я как раз радею за Крым всей душой и сердцем, как бы, и я как раз таки говорил и начинал это говорить с позиции крымчанина и человека, который благодаря, в принципе, туризму в Крыму кормится. Я поменял своё мнение в корне. Вы наш. Да, пожалуйста, ничего. Я бы вот тоже хотел поддержать Альберта и сказать, что да, здесь... Мы поменяем своё мнение. Здесь присутствуют лучшие ательяры из публики Крым. И действительно, там в Порто-Маре, в Арианде вопросов нет. Но вот мои знакомые пытались снять номер в санатории, в нашем южнобережном санатории. Их единственный критерий был обязательное наличие Wi-Fi интернета в номере. В итоге они его сняли, этот номер в САКах, в санатории Сакрополь. Потому что нету ни одного санатория на южном берегу Крыма, где есть Wi-Fi в номере. В холле есть, бери свой ноутбук и иди в холл. В номерах нету. Это говорит Ялтик. Это Ялтик. Да, я как Ялтик говорю. Вот мы говорим об этой... Мы должны быть более уже гибкими. И таких нюансов очень много. Ну, кстати, за границей тоже такое есть, что в номере нет Wi-Fi, а есть только в Лобе. Это как бы есть такая практика. Но, в принципе, Вячеслав... За деньги есть в номере. Да. Я немножко добавлю объективность тоже со стороны и Вячеслава, и поддержу Альберта. Что касается... Каждый город в Крыму разный, во-первых. Во-вторых, рынок дезориентирован, к сожалению, потому как есть определенные санкции. Есть вопрос о логистике доставки продукта питания в сегменте хорика. Есть очень много других вопросов и увеличение стоимости продукта. Есть проблемы соотношения цены и качества. Да, здесь есть замечательные ательеры, но есть еще и больше их. Я не крымчанин, я калининградец. Но в течение полтора года я мониторю рынок в области гостиниц и ресторанов, бизнеса в целом здесь в Крыму. И у меня очень объективная ситуация. Я ее не предоставляю никому, но я просто знаю, какая она и в каком состоянии находится данный сегмент. Крымчане отдать должное, самоорганизованные. И они, когда остались наедине сами себе представлены, когда произошел переломный момент, они молодцы, да, действительно. Но это не тот Крым, который хотели бы видеть турист. И потом качество туриста нужно забывать. Какое качество туриста? Мы говорим, 4 миллиона у нас пролетело. Супер. Я пролетел за лето 6 раз. Я что, турист? Это первый момент. Второй момент. У нас есть маленькие моменты в палке доставки оборудования, оснащения и так далее, и так далее. Правильно, слава, человек должен быть, концепт развития Крыма. Он есть круглогодичный. Отлично. У нас Крым вообще в целом, потенциал развития туризма максимален. Сельский, информационный. Не перечисляйте. Не видно, что туризма это очень долго будет. Да, я могу сказать вам, как житель Калининграда, что если бы 23 года у вас только были те, кто в номерах, в чайниках пытались яйца варить. Вот давайте через 23 года вернемся к тому, что мы должны сделать в кратчайшие сроки. И не 23 года мы будем к этому идти. И мы из себя начали, крымчане, мы так и будем крымчанами, потому что это действительно очень... Алексей, критики нет на самом деле. Спасибо. У нас, к сожалению, не осталось время. Мы так долго обсуждали проблемы малой авиации. И какая интересная тема все-таки по курортам. Но, к сожалению, нам нужно заканчивать. Поэтому я, министра, попрошу подвести итог. А итог очень простой. Мы действительно меняемся. И я об этом говорил несколько раз в интервью. Крым образца февраля 2015 года в корне отличается от Крыма февраля, ноября 2015 года. Крымчане меняются. Крымчане хотят жить лучше. Крымчане хотят при такой колоссальной поддержке правительства и президента сделать так, чтобы Крым не только был самым лучшим курортом в Российской Федерации, но и, наверное, в мире. Спасибо большое. Дим, какие итоги интерактивного голосования у нас? Да, пришла пора узнать, что хотят поменять крымчане в первую очередь в курортной сфере. Итак, я попрошу вывести на экран результаты телефонного голосования. Это специально для нас. Итак, 30% считают, что нужно в первую очередь изменить к лучшему сервису инфраструктуру и адекватные цены. Грамотных чиновников желают 12%, любви самих крымчан 58%. Но у нас есть еще одна сторона голосования, это интернет-голосование. Здесь результаты несколько иные. Все-таки более самокритичная у нас, скажем так, аудитория в интернете. Сервис, инфраструктура и адекватные цены требуют изменения, по мнению почти 86% проголосовавших в интернете. Скажите, о чем я говорил. Спасибо большое, было интересно. На этом у меня все. Прощаюсь с вами ровно на одну неделю. Увидимся в следующий четверг в прямом эфире на Первом Крымском в 20.00. И помните, что только в нашей программе мы показываем и рассказываем все как есть. Спасибо вам доброго. АПЛОДИСМЕНТЫ У нас есть все и даже больше, чем во многих странах. Крым уникален географически в том, что можно использовать гидропланы, ветродромы, аэродромы. Наш аэропорт и возможность вылета отсюда очень безопасен. На египетские пирамиды мы можем ответить Судакской крепостью Чусут-Кале. Наш туризм, он интереснее, чем египетский, потому что у нас все зеленое, все красивое. У нас есть целебный воздух, у нас есть целебное море. В Крыму есть достаточно объектов, которые очень конкурентно способны. И ничем не уступают зарубежным. Играет музыка. 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 Играет музыка.